Друзья, если вы хотите узнавать первыми о выходе новых роликов, то подписывайтесь на мой телеграмм FreakFamily. Туда я закидываю анонсы о новых видосах, а также иногда высказываю свои мысли по поводу сквада. Также хочу напомнить, что у меня есть второй канал FreakFamily Live, в котором выходят нарезки, не попавшие в основу. А теперь, приятного вам просмотра. А ты что, хочешь в ДОДы поиграть? Нет. А что такое? Просто хочу пожить. В смысле пожить? Ну, типа, вот, просто, типа, живешь и норм. Мне кажется, Вад, тебе не хватает кусочек счастья. А где взять? Найти, так сказать, вторую половинку. Ты из тех людей, которые, так сказать, очень зависят от половинки, мне кажется. Ты, так сказать, ты можешь передохнуть, можешь перезагрузиться, отдохнуть годик. То есть ты хочешь сказать, что я половина сейчас? Пока что дальше с тебя половина. Ты должен найти, так сказать, какую особу. Ну вот. Потому что ты, наверное, грустишь из-за этого, да? Да я не задумался об этом. Ну, сиди, не задумался, Вад. Ну, наверное, грустишь и сидишь из-за этого. Ну ты, прикинь, в четырех стенах живешь, так сказать. И без этого, какого, без свежего воздуха. Вад, не, я, бывает, запускаю свежий воздух. Таким образом. Окно открыл, это не свежий воздух. А что это? Это, ну, это, знаешь, это ты, как бы, это, знаешь, это как, как сказать, это иллюзия. Ты пытаешься себя этим обмануть. На самом деле, свежий воздух, это когда ты вышел, вернулся домой, где-то через часов восемь только, понимаешь? Нихуя себе ебать. Ты проводишь все это время на улице. Че мне, блядь, пойти поспать на улице? Да не то, что поспать, я не знаю, прогуляться, там, не знаю, ну, насладиться, так сказать, вот эти, знаешь... Прогуляться восемь часов? Силой, силой, силой земли. Ну да. А как можно прогуляться восемь часов? Как мне прогуляться? Докуда мне? До Австрии прогуляться, нахуй. А что, ты думаешь, что люди не гуляют восемь-девять часов? Ну, бездельники гуляют, я занятой. Ты смотрел? Мне надо Дефотрон. Какой трон? И вражеский трон сам себя не убьет. Привет, подскажи, пожалуйста, название игры, в которой играли. Ты пытаешься углубиться в игровую индустрию? Нет, это моя жизнь, это моя жизнь. Ты понимаешь, так сказать, вот, я тебе просто могу объяснить. Понимаешь, так сказать, почему я, как я балансирую, как это сказать, пользоваться такими качествами? Могу просто сказать, ну, кое-что объяснить, смотри. Так. Вот, сижу я за компьютером, да? Так. Вот, сижу я за компьютером, все, посиделись у тебя. Все, настроение такое, заебись, бомбическое, просто бомба. Посидел сутки, посидел двое, нормально. Посидел трое, 70%, неплохо. Ты не спишь даже? Нет, ну я сплю тоже, отдыхаю на кровати. Правильно, правильно, сон важный. Все, и я понимаю, что на четвертый, на пятый день у меня глушит тоска и разнообразие, у меня теряется концентрация, я теряюсь во времени, я теряюсь в днях, в месяцах, и я понимаю, так сказать, что это меня впитывает. То бишь, блядь, это, знаешь, компьютер, это как Блокул и Нигма, он тебя просто втягивает в одну, в один центр, в одну точку. Ну, Глеб, я тебе хочу сказать, что ты слабенький тогда, тебе нужно тренироваться, я два года сижу и нормально себя чувствую, довольно. Так, в этом и прикол, то, что тебе сейчас мозг этим как раз и обманывает, понимаешь, тебе мозг этим обманывает. Вот я тебе рассказываю, как я разгружаюсь, и после того, как я поселил в компьютере, я сразу же, на следующий день, так сказать, ну как, по работе, вышел, блядь, просто с мужиками в компании сутки провел, какую-нибудь мусорку потушили, и не знаю, там, кошку с дерева сняли, элементарно, знаешь, как дефолтная такая ситуация, там, приехали, там, бабушка вызвала, пожар. То есть ты мне сейчас предлагаешь пойти потушить какую-то мусорку и снять кошку с дерева? Да, это все образ и пример, понимаешь, это все образ и пример, просто. И тебе предлагают, например, вот у меня так, а ты, например, просто выйдешь на улицу, вот, например, вот видишь, вдалеке магазин светится, и ты до него въебал пешком, и обратно вернулся, и все. И не посадят, если я въебал. Что въебал? Ну, магазин. Блядь, ты так все воспринимаешь остро, с таким-таким тонким рофлом, потому что пытаешься сказать, как, знаешь... Нет, нет, я прислушаюсь своим словам. Глеб, ты мне говоришь, ты как бутерброд, ты как бутерброд. Нет, Глеб, ты говоришь, ты видишь, магазин светится, ты въебал магазин? Да я говорю, не магазин въебал, блин, а до него дошел, до магазина дошел, типа дошел до магазина, понял? Это просто ты, ну, просто, мы просто мало с тобой общаемся, ты просто мои некоторые слова не понимаешь. Максим, вот, он бы понял. Эй, ты, никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы, кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно раз в час, ну, то есть 24 раза за сутки. И попутно формить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед. И все это на халяву. Можно заформить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winter Blade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15 квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму. Поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру, пока я с 2 и фарми зимнюю операцию. Вот. И все. И все. И ты пришел домой, и ты понимаешь. Блядь, сегодня день не прошел не зря. Я сегодня вышел на улицу и подошел в свежем воздух. Все. Потому что с каждым днем ты думаешь, что, блядь, у тебя день прошел зря. Так у меня магазин находится в моем доме. Хотя ты ничего не сделал. Я никуда даже не хожу. Искучи такие возможности. Забудь, что он находится в своем доме. У тебя магазин находится где-то далеко. Ты просто для себя сделал такие условия, то что... Да ты просто для себя сделал такие условия, то что у тебя тут все рядом. У тебя компьютер рядом, интернет рядом, еда рядом. Все. Набрал. Тебе прям, блядь, не то, что к двери принесли еду. Тебе за стол ее еду принесли. Ты понимаешь? Ты вышел на улицу, сразу же закупился по своим же домам. Ты собрал все нужное в одну точку. А нужно все раскидать, понимаешь? Чтоб была паутина. Может, надо по другим странам все раскидать. Слышь, чтобы я в магазин просто куда-то ездил. А чего бы ни нет. Вот просто попрековывать. Вот съездив в какое-нибудь место, просто купи один какой-то продукт. И ты уже себя почувствуешь, что сказать... Долбоебом. Не в центре, понимаешь? События этого блокхола. Ты понимаешь? Я думаю, так сказать, это проще будет. Ты поймешь вкус. А цель моя? Сила природы. Разгрузка. Разгрузка. Да. Все нужно разгрузиться, можно просто подрочить. Ну, я таким не занимаюсь. Вот ты таким занимаешься? Конечно. А кто говорит, что не занимается, занимается еще больше. Нет. Является пиззаболом. Я в последний раз этим занимался, может, в детстве. В детстве. 13 лет. Вот ты еще хочешь меньше, надо спросить. С пацанами на работе. Ну, во-первых, не шланги, а рукава. Держу в курсе. Это тоже оскорбление для пожарных. Вадя Явилон. Ну, выглядит как шланг. Во-первых, не шланг. Шланг у тебя в огороде. Для них нет огорода. Да. Ну, может появится, может, лет 50-60. Ты так думаешь, пока что не будет. Шланг в огороде. Так. А у пожарных рукава. А бывают рукава засученные. Какие? Засученные. Знаешь, как говорят, засучи рукава. Нет, такого не бывает. У нас бывает, что нам желают сухих рукавов. Понимаете? Желают вам сухих рукавов. Это типа пожар, вы такие включаете рукава, а они сухие. Ни хуя нет, да? Ну, как бы нет. Это значит, что они наполняются водой. Не наполняются водой тем, потому что не буду искать никаких... Контента нет. Событий. Это не контент, ты понимаешь? Это не контент. Не, ну я имею в виду, если так сравнивать, типа стримеров, тут такой контент. Пожарный, такой контент. Ну там не контент, там события. Я понимаю, да, понимаю. Там, понимаешь, там комплексы мероприятий, которые проводятся для, ну, ликвидации, так сказать, последствий. Понимаю. Чуть жена ситуации. Чемпай. То бишь, спасение людей, материального имущества и защита смежных, там, зданий или помещений. Вот. А вы часто, часто снимаете кошек с деревьев? Ну, так сказать, ну, была, так сказать, одна ситуация. Вот, да, там, приехали. Вообще, бабушка позвонила, вот, тоже, вот, знаешь, так сказать, вот ты не можешь, непредсказуемый человек, да, например, бабушка. Вот, уже в таком, типа, возрасте, все такое. Позвонила, сказала, у меня горит дом. Приезжаем, ни облачка нет. Так. Бабушка стоит, бабуля, где у вас горит? А у меня не горит дом. Я так сказал, что мы быстрее приехали. Там котенок застрял на дереве. Так. И ты, понимаешь, вот ты стоишь, и ты думаешь, ну, это же бабушка, понимаешь, ну, это же бабушка. Ну, не ударишь. Это же бабушка. Да не в этом прикол, ты понимаешь, тут, так сказать, это же, как, считается, как ложный вызов, потому что она вызвала, так сказать, ну, информацию, понимаешь, когда, говорит, когда она, когда она внесла такую ложную информацию, по этой информации могут приехать много машин. Много машин, это большой расход топлива, это, так сказать, расход техника, это, так сказать, то бишь, комплекс сил и средств в одну точку. есть ли на нее просто ты понимаешь что это это тоже понимаю что что-то и где сказать приехала желтая машинка и бабу и бабушку забрала клинику называется скоб скорая помощь вот вот помогли бабушки получается правильно добраться так сказать ну вот искать бабушки сняли и от кота мы естественно сняли а вы кстати когда снимаете кота вы вы друг на другом так становитесь да так руками держите вверх сам поднимается нет 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 это не так как это это не так как фильмы так как фильмах и мультиках просто трехколенная лестница какая высота смотря где находится код может находиться трехколенная такая же вообще маленькая низенькая или у коленая коллеги коллеги ну как сказать низенько достает до четвертого этажа нихуя силос к ну практик практически ну да но не практически она 4 этажа смотря в каком радиусе поставить искать а не страшно когда туда на самом верх залазишь или ты не залазил пока еще на самом верх это то же самое как привыкнуть там не знаю вот ты боишься высоты да ты один раз ты хочешь смотри ты когда поставили перед тобой лестницу сказали залезать ты говоришь ты боишься высоты ты должен это просто перебороть и это перебариваешь залезаешь и потом это практикуешь и про это забываешь это то же самое бояться какую-то игру играть есть люди которые боятся например 5 страшные игры ты боишься ты не боишься потому что у тебя организм к этому привык вот искать резким моментом понимаешь и тебе как-то это типу но не блочит просто не блочит и все я в детстве короче сидел возле этой возле дома такого возле сарая и спики так ебашил на спики да не совсем смотри спики это спички я хотел сделать кастрик он я сел и у меня были бумажку сделать кастрик кастер спики кастрик да я у одного дясика дясик это дядя взял спики и пошел делать кастрик и возле меня было очень много такой рыхлой деревяшки и когда я короче поджигал бумажку я подумал что мне не хватит спичек спичек я ушел назад взять еще спички прихожу а горит дом а это было в селе да и это было в селе и знаешь как его тушили они бегали с ведрами до колодца набирали воду и бежали лили вот так чувствуешь я по сути ты не виноват она сама же там разгорелась даже такое огонь вать до горячая штука такая огонь а еще забор и ровный источник горения который влечет за собой так сказать потери материального имущества ты понимаешь что это неконтролированный источник горения не контролирует если девушка костер ты же не можешь его контролировать не может сказать костер раз потушить или костер не не горел глеб он не горел когда я уходил нихуя не горела просто бумажки ты грубо говоря спровоцировал пожар из-за этого сказать у какой-то бабули и у дедушки сгорел сарайчик да нет это пожар сам себя спровоцировал я по сути ничего не делал она она не горела она лежала там было красненьким таким знаешь просто ну огня не было а когда я пришлось отлеть огонь уже был кто-то лело да красненько красненько красненькое такое знаешь не не рыба не мясо красненькое такое просто на бумажке красненькое такое значит значит просто тлело значит просто тлело будет сарты не потушил вот и первый же источник пожара это ты понимаешь нет листик ты спросил пожар вот а чё с ребенка то или даже ну себе кто ничего не взять мне дали спинки кстати виноват ясика получается не правильно зачем он не дал спички и твой дядя тебе дал спички нет просто сосед пьяница вот вам и урок не берите так сказать спички от чужих дяденек вот такой такая ситуация случится нет я же не думал что она загорится но вот сам пойми я ребенок окану красненьким горит я же не на что красненьким горит это может загореться я прихожу я понимаю то что ты ребенок ты просто не создал свои действия то что ты это сказать ты просто взял спички ребёнку на это сказать всякие блестяшки хуяшки так сказать не знаю поиграться ну вот но ребенку например ну когда подростком сказать вот скажи подростком же сказать возрасте нам нравилось взорвать петарды ты на взорвать петарда в руках даже нравится вот а сейчас я бы в жизни брать в руку петарду бы не взял ну так про прикол бы может одну хлопушку бы дернул бы и все там и не знаю а так раньше в детстве мне очень нравится там корсар 1 корсар 2 китай там знаешь звуковой нет это осуждаю осуждаю мне такого мы не делали такое мы не делали ну вот хотя у нас были последствия то что у нас куча парень занес в школу петарды кидал их с окна потом узнал директор заведующего потом там такой скандал начался вот не до полиции понимаешь родители так сказать его отругали а у меня был друг такой он принес баллончик такой знаешь который для самозащиты и просто прошелся по этажу и попшикал и все всю школу его к вырывать там дышать невозможно было это перцовый баллончик наверное всех эвакуировали просто там просто все кашляли со школа кашлял 1200 человек просто дело кашляло никто не понимал откуда что происходит на думал я думал нас травят у меня ситуация была в школе короче помнишь когда в школе вот все пользовались таким тюбиком как замазка беленькая понял но конечно коррект ну но у вас назывался коллектор мы назвали его замазкой вот и не знаю как там у вас но у нас замазка залочил есть замазка замазка это в казике осуждай не поддерживаю так вот девушка девочка 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 спускалась вниз девочка спускалась вниз я хочу по приколу вот взял немножко замазки туда капнул вот я накапываю на пиджак и потом я так стал стыдно перед родителями то что она потом замазку не настирала и пиджак я испортил короче как-то вот так но ты получаешь вообще в школе был ну да это много было моментов где там просто там ну всяких игр проводилась к эти хулиганил ну это сказать ну а уж что поделать вот тоже видишь со спичками вот а у меня вот такая история замазка а еще была очень интересная история расскажу слышишь вать короче шестом классе иду с буфета там несу там две пиццы и сосиску некосипы и плотникова был телосложение от такого сказать но много я весил хорошо весь вот такой был плотники не сокращать две пиццы горячих со столовки помощь болтосы были сосиска в тесте несу еду нихуясь вот я банкет был я себе я себе жируем богатой семьи с богатой нет сосиска но просто решился сосиску делили блять я решила сказать себе так сказать сделать такой ну один недель рождение меньше дарили нахуй в тот раз у меня просто было 100 рублей и на 100 рублей взял как раз вот две две пиццы одну сосиску вот и все иду я звуя пиццами звуя сосисками вот там бог хочет дверь в наш класс школьный начальный вот и короче одна комнатка где обучается убойщица то сказать мы лови подожди подожди давай остановимся у тебя было 100 рублей пози мне в шестом классе давали две гривны это на тот момент было восемь или или семь рублей не 07 рублей в школу нахуй какие 100 рублей блять я сушка играл в бою планк мне надо было четыре дня не кушать чтобы м-ку себе купить блять обмотанную нахуй на день блять так вот понимаешь некоторые люди покупали в столовой пиццу и сосиску в тесте а другие покупали себе м-ку я голодал блять я только флинт сухарики одни захуящил блять с биолога ла блять чтобы по инбланке сука побегать с обмоткой а у тебя 100 рублей на один день понимаешь так сказать у каждого разные свои интересы мне было интересно просто покушать хорошую пищу ну так сказать прикольную пищу а тебе так сказать интерес купить какой-нибудь себе игровой так сказать цифровой вот этот как в мониторе просто скин да у нас пол класса еду просто нюхала блять у нас денег не было сейчас 100 рублей было блять охуеть в тебя инвестировали это среднестатистическое школа вот у него у него вот написано среднестатистическая школа сош хорошо идешь ты с пиццами короче полу наверно пил на обычную колу нет у нас не было кола у нас было просто сок у меня не хватило ну ну конечно те же надо было поесть на любом случае я воду из-под крана пил в школе я не знаю почему тут прям тянуло понимаешь как будто наша какая зависимость была из-под крана водой в ебашь с металлами блять там прям куски видно металлов нахуй не знаю но мне почему-то тянуло но я в детстве этого не понимал я пил потом потом уже как подрос принципе понял то что это пиздец вот ну все же короче иду это с двумя пиццами и сосиска в тесть все иду 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 все ученики уже в классе то бишь сидят моем я вижу как уборщица моет ледра после того как помыло полы и мне какой-то такой тип ощущение появилось то что надо какой-то типа банк сделать но не знаю ну просто вот как у подростковый такой момент был я не знаю как просто охуенно жизни нахуярит по 20 часов ну просто я не знаю метро квадратных просто пал я вот я говорю до сих пор уют я много жалею даже то что я сделал но получается там такая колдовая просто просто такой заходишь там google и там краник умывальник она эти бедра мой и что я сделал открыл краник и да и просто нахуй нет нет я все горло я во все горло взял и гафнул гафнул вот и она короче подпрыгнула не нет осуждай все с ней хорошо все хорошо с ним стало вот я не хочу гроб гроб на гафнул она куча подумала что это реально когда собака зад нее вот она переноса этими ведрами ведра упали на голову вода вся разлилась все поразилось вот но она успела заметить мое лицо я быстренько забежал в класс этими пиццами и сел спокойненько за парт потом заходим на парту пришел в класс пришел ну я сел на задней парте да ты даже фотку показать покажи сейчас покажу ну куда же без этого ты на экране откроешь просто вот мне даже фотка сейчас-сейчас-сейчас-сейчас давай-давай-давай-давай-сейчас время этой слышь и ушки закончилась будешь проливать нет это так это двух минут надо сказать когда какой композиция играет у меня перед началом вот тоже эту фотку тебе покажу прикольная вот сейчас вот тоже фотку покажу прикольная фотка сейчас где я уже пойди по твоим словам должен был три фотки увидеть да сейчас 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 вот найду-найду-найду еще вот тоже прикольная фотка что же тебе покажу сохранить мне просто ну а вот нашел слышь нашел что готов да осуждаюсь я покажу да я закрою steam ты зашел ко мне да вот вот я сидел на задней парте школе подставки были под учебники вообще пиздец посмотри ты основной по сути на этой фотке тебя фоткали я так понял ну тут фоткали класс и там короче я вот себе квадратиком отметил чтоб мне тоже было видно вообще ты сказал что ты плотный был где ты плотный был ну тут может сказать тут может тут класс пятый класс пятый класс да в шестом я уже пополнил в шестом да я прям набрал сильно я прям был упитанный я был прям упитанный а вот я слева вот типа вот ты себя отметил подожди вот если а единственная фотография с детства ну вот со школы да круто да а ты видел кстати фотку ты ел мою фотку где я служил покажу сказать как мы какого какому кушали давай смотри вы охуете в рост вот сейчас такте все покажешь как вы кушали что подожди да что это у нас вот вот так ну короче блять у нас были так сказать вот были в класс такие пацаны которые хуйня занимались места лучше просто бы есть такая всякую хуйню засовывали это ты делал да нет я такой не делал я все доедал это это я кучу фотка пиздатая это краба поймал вот такого быть кричная чтобы ты понимал у него клеща такая здоровая он вот такой вот такой краб что ты понимал если пальцем засунуть в эту клещу все пальца не будет все он просто разрабить его кости по пальцу и все это супер опасный краб он супер большой ну показываю тебе показываю тебе а вот с работы смотри смотри я отслужил смотри фотографии покажу ну вот вот где смотреть а у тебя не стремись я вывел давай давай дай оценку вообще это я только отслужил вот вышел так это обычная это обычная фотография школьная это обычно мореплаватель в смысле обычная фотография ты просто ты взял у тебя взял так сказать это как его шапку и все нихуя себе блять а год горбатился кто блять тут тебе тут тебе лет по войсла 11 12 и почему то там видно одноклассники . ру Ты, типа, фотку в водокласснике выкладывал? Хотя, тебе тоже в водокласснике страничка осталась. А, у тебя мама выкладывала? Да. А у самого страничка в водоклассниках была у тебя? Никогда не было. Не было? А у тебя была? Да, была, я потом её всё удалил, потому что там очень много фотографий таких-таких откровенных характеров. Ну, не откровенного характера, просто там, где я купался, потом брали, просто выдёргивали и сливали в интернет. Я не понимаю, нахуй так люди делают. Хочешь просто всё удалить. Подожди, а у меня ещё есть ещё. Смотри. Давай. Как я тебе с прической сейчас покажу? Вот такой, как тебе? Одиннадцатый класс, кстати. А почему тут у тебя светлые волосы, а так у тебя как у каштановые волосы сейчас на стриме? Ты красишься? Почернели. От чего? Не ебу. Мне кажется, с возрастом, с возрастом, может, они немножко так сказать. Просто дали своего характера, понял? Дали свою вишенку. Волосы. А видел, где я подрабатывал в детстве? Ну, показывай. В детстве подрабатывал. Вот таким Дедом Морозом. Так ты тебе просто родители сфоткали укола ёлки? Нет. Я работал в детстве. Ты хочешь сказать то, что твои родители тобой пользовались, и ты ходил, так сказать, просто людям в квартиру Дедом Морозом? Да. И сколько тебе платили? Я не знал. Ты будучи ребёнок поздравлял тоже детей? Типа Дедом Морозом? Сколько тебе денег платили? Мне не платили деньги. Я не знал, что деньги тогда платят. Я бесплатно. На инициативе ебашил. Ой, ебать, смотри, какая у меня фотография есть. Ну, давай, показывай. Смотри, это когда я, короче, я весил 95 килограмм, и, короче, мне надо было ехать в Одессу учиться. И смотри, как я похудел. Смотри. Ну? Смотри. Это я так начал выглядеть. Короче, я потому что приехал в Одессу, и там были красивые девочки, и я понял, что мне надо похудеть. Смотри, как я выглядел. У меня вообще лица не было на мне. Смотри, это 18 лет мне. А ты, кстати, какой плечо слышишь? У меня концентрация больше падает на твой айпад в руке. Почему у тебя чехол красного цвета? В основном в те времена, когда те пользовались, кто пользовался айпадами и планшетами, у кого были красные чехлы, это женские, так сказать, планшеты были. Почему? Ну, потому что красный чехол мужик не будет себе покупать. Только если мужик не пожарный. У пожарных только красные чехлы на телефоне, красные машины. Как я пожарник. Ты пожарный, я пожарник. У пожарника такого тоже не может быть. У пожарника такого тоже ничего не может быть. Пожарник это тот человек, который поджигает, понимаешь? Ну. Который будет нести последствия за свои действия. Но мне ничего не сделают. А не сидит, блядь, не сидит в ресторане, не кушает кексики и не играет этот, как его, в Плэпи Бёрдс. Это эклеры. Эклеры вроде он, а почему, что сверху? Просто сказал кексики, это эклеры. Такие маленькие, знаешь? Нямнул бы еще один с молоком. Ну, внутри, 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 как его, как сливки? У эклеров. Да. Я просто эклеры постоянно раз не помню, когда я их ел. Хочешь эклер? Пожди, эклер, это такая, такая, это же вроде, он не в форме кексов. Он, 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 он вроде такой длинный. Не обязательно. Полукруглый. Есть еще каштаны. Он такой, опальный. Каштаны такие, знаешь, есть? На дереве ты растут? Да, только сладкие. Ты делал каштаны? Да. Подожди, подожди, стоп, стоп. С пацанами делались каштаны больше другое. Какого ты года рождения? Двухтысячного. А ты какого? Подожди, ты двухтысячного года рождения? Да. А ты думал? Ты знал, как у нас таких называли? Как? Сосик. Как понять сосик? Ну ты сосик. Типа три нуля? Нет, просто сосик маленький. Что такое сосик? Ну как сосуновки. Ты хочешь сказать? Ты хочешь сказать тоже? Ботан, я девяностое повидал. А, я понял. Знаешь, ты из разряда тех людей, которые, знаешь, родились в 98-м, 99-м. Все, ебать. Я из 90-м, 4 года. Да я в своих 90-х, блядь, такое делал, пиздец. Еле выжил, еле выжил, брат. А потом, как двухтысячный, все. Ты типа, да ты, да ты, да ты, типа школьник, да ты шкет. Подожди, вопрос такой. Слышали мы таких типов. Подожди, ты бебрики кушал? Ну, давай. Кого? Бебрики. Это какое-то блюдо? Ну, в тот момент было блюдо. Нет, я не знаю. У нас такого блюда не было. Хорошо. Чат, вы знаете, что такое бебрики? Абрикосы зеленые ты кушал? Абрикосы зеленые? Да. Хотя вроде из-за них, так сказать, живот крутит. Да, но это единственная вещь, шелковица, бебрики. Нет, 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 у нас такого не было. Не знаю, ну, может, так сказать, кто-то помнит, но я такого не помню, что в моей жизни такое случалось. Бебрики. Вообще, такого не помню, бебрик. Мы с пацанами вот этим занимались, смотри, давай. Что ты кушал в детстве? У меня любимое блюдо, которое я просто там, знаешь, ну, вот, приходил домой и сразу же въебывал просто в салат. Ну, в салат это, образно говоря, а не в салат я ел. Это, как его, каша с молоком. Гречневая каша, сваренная, свежая гречневая каша и залитая молоком. Я готов был ебашить его просто канистрами. Ну, не канистрами, вёдрами. Кашу с молоком. Вот, каша с молоком для меня просто имбища. Это просто имба. Не знаю, почему до сих пор я как-то бы уже перестал как-то её кушать, но для меня это было имба. Нет, а на улице что ты ешь? Гречневая каша. На улице мы вот этим занимались. Вот, смотри. Мы играли во всякие войнушки. Вот, видишь? Пацанами гуляли. Нихуя себе, а что это за волына, блядь? Ну, это деревянная. Это, я не помню, это вроде как Толик. Это с этого, как он... С какого подъезда третьего, вроде. Это с фильма какого-то, что ли у вас? Ну, мы, типа, да. Типа, образно говоря, там, короче, свой сюжет придумывали. Вот. И вот так, там, типа, проводили. Вот. Типа, это муж был вот этой жены. И всё такое. Короче, ну, мы свой сюжет придумали там в своём взоре. Вот он пушку сделал. У неё броня картонная была. Пушка такая деревянная. Мы вот так игрались. Нихоя себе. Ну, так, чисто, чисто, образно сказать, свой фильм снимали. Выглядит на «Осуждаю». Ну, это, значит, это как фильм. Это как сценка, фильм. Вы там ничего не подумайте. Заранее, типа, «Осуждаю». Это просто как сценка, как фильм. Пойдём, а ты вот это в центре? Нет, это как его? Это Толик со двора моего. А ты где? Какая шутка? Ты там валяешься? Я фоткал. А ты... Я фотографировал. Ты в драках участвовал в детстве? Ну, конечно. Конечно. Ты хочешь сказать, что ты не нравился ни разу? А у тебя были ситуации, когда ты убегал? Ну, только момент один. Это то, когда мы просто, короче, зашли на какой-то огород. Хотели, короче, яблок понабрать. Вот. А там бабка вышла, я обшарку выпустил. Она пришлось, короче, нажимать «Run» кнопку. И мы, короче, там въебали. А в ваше время бабушки тоже рэдбоссами были? Или вы не боялись бабушек? Вы с ними спорили? Не то, что боялись, не то, что боялись. Мы... Как тебе сказать? Ну, смотря какая ситуация. В смысле с большим дамагом? Не понял. Ну, все боялись бабушек. Сейчас вот здесь не боятся дети бабушек. Им насрать. А у нас бабушки, они постоянно ходили по четыре человека, плюс-минус. С тряпками, например, с какой-то темы. У нас с ним мяч туда попадал, то все. Мечу пизда. У нас с мячом вот такая ситуация была, посмотри. Смотришь? Вот. ОПГ бабушки. Вот прикинь, вот просто тут такой кадр поймался. Теперь вопрос. Теперь вопрос. Теперь вопрос. Ну, это просто из интернета. Ну, у нас типа было похоже. Только у нас мужики играли не в нарды, а играли в шашки. Вот вопрос теперь. Что было дальше? Как ты думаешь? Не знаю. Похоже, как будто ты спайдер-мен, и ты еще пойдешь эти все фотки продавать, блядь. Ну, типа, я не знаю, как такое сфоткать. Это какой шанс? Ну, вот я, Батя, например, фоткал, блядь, на природе. На рыбалке. Вот, Батю взял, сфотографировал. С такой рыбой. Что за рыба, знаешь? Вадь. Да, большая. Ну, что за рыба? Ее наискать на Новый год. Кушают. Щука. Не икра, не икра, не икра щучая. Рыбу кушают на Новый год. Щуку. Да нет. Карп. Крап? Карпа вот такого. Карп! Карпам нахуй зажарить ебанутого. Не похож на карпа. И после того, как мы вот такую рыбу ебанули, начали ездить на рыбалку вот так. Это ваш друг семьи? Ну, ты можешь, папин знакомый. Вот. Вот так на рыбалку ездили. Охуеть. Теперь я понимаю, откуда у тебя две пиццы и сосиска в тесте. Так это, ну, это же не мой друг, это папин друг. Справедливо. О, смотри, у него там своя лошадь есть, вон там, видишь, какая стоит. Или ты верблюд, блядь. Грустная жизнь, да, выглядит как будто. Хотя странно. Ну да, прикинь, у человека, у человека лаборгини еще красный вот цвет. И он ничего не словил. И, понимаешь, а он в жизни ничего не словил. Вот вся сутью жизни, понимаешь? Есть лаборгини, Ну, по сути, ты ничего не словил. Мне просто интересно, как он на рыбалку выйдет. Поймал вот такую рыбку. Так. Но она не принесла ему счастья. Прикинь. Вот так вот. Так что не у каждого рыболова бывает удача. Согласен. Как сказал, красиво. В школе мы, в принципе, вот так передвигались. Сейчас я покажу. Сейчас я покажу, как мы в школе передвигались. Кого судить? Какие у нас преподаватели были в школе. Сейчас я покажу. Подожди, то есть... Тебе 24 года. Мне 23 года. 23? Да, 23, да. У меня день рождения 13 апреля. Так стоп. 13 апреля никому не верят? Нет, 13 апреля это мой день рождения. Ага, совпало. Вот, смотри. Вот такие у нас эти учителя были в школе. Как тебе? Не вижу. Что бы ты сказал по этой фотографии? Нихуя себе. У вас супермен. Знаешь, 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 что он показывал нам? Он показывал баланс. Это был физик. Физик-ядерщик. Это наш преподаватель Александр Петрович. Александр Петрович, хороший мужик. Он показывал нам баланс. Понял? Ты сзади сидишь опять? Ешь пиццу? Ну, не то что сзади. Меня там не было. Это сфоткали, так сказать. И кинули нам беседу в WhatsApp. Вот. Это он показывал баланс. Как можно балансировать жестко. Вот. Вот так мы в школе ходили. Похоже, кстати, не на школу как будто. Как не на школу? Вон. В школе. Колледж какой-то. Вон два рюкзака. Это ты? Мама фоткала? Нет, это тоже в WhatsApp скинули. Короче, мама одной девочки была возмущена, почему девочка носит за мальчиком рюкзаки. Вот. А почему она села? Скорее, походу, девочка сильно влюбилась в мальчика. И она только из-за этого. Девочка просто втерела с мальчиком и решила ему помочь в этом. Это какая-то другая реальность, что ли? Ну да, кажется, на какой-то другой мир, по сути, если так смотреть. Так. Ну это уже подростково. Это уже девятый и десятый класс, а когда пошли тут хайп, фейсы, хуейсы, трэшеры и вся залупа. Смотри. Что у меня случилось с классом? Десятый. Вадим, приветствую. Яда натерплей вас. Что у меня было с классом? Десятым, одиннадцатым власть. Ого. Ну я уже снимался после девятого, и что стало с моим классом в десятом-одиннадцатом? А что это вы делали? Я уже там ничего не делал, это делал мой класс. Вот это, я не знаю, чем там занимаюсь. Короче, это времена, вот это, знаешь, вот этого, фейс. Так это дэп. Ну да, когда вот эти пошли вейпы, хуейпы, все это залупа пошла, короче. Это никак не связано с сектой. С какой сектой? Вот какой-нибудь просто спросил, наверное. Дмитрий, перед тем, как зайти, надо поздороваться тоже. А я здоровался, да, Глеб, и вот я подумал, что... Здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте. А в обратной связи не было? Я такой, ну ладно, тогда еще без приветствия. Я чуть не услышал, я только услышал звук Дискорда. А, понял, ну это я пукнул просто, как обычно зашел. Ничего страшного бывает, старость не радость. Согласен, согласен. Короче, вот такие у нас были, так сказать, у меня класс. Глеб. Вот такой специфический. Да. И получается в Дискорде сейчас сосик. 37 лет, 27 лет, и тебе 23. Ты ребеночек еще? Тебе 23? Тебе сколько дедим лет? Мне 37, ты реально 23? Мне 23 года, да? Ё-моё, ты выгляжешь на 23. А сколько ты думал мне лет? Ну, если честно, я думал тебе лет 27, 28. Я думал тебе лет 35, если честно. Ну, я думал, да, что... Не, блядь, вы сейчас серьезно или просто так порофл выебанули? Я, конечно, понимаю, что мы тут сидим и рофлим, но... 30, 32, 33. Не, я реально думал, что тебе за 27 точно. Ну, может, просто как-то мысль, так сказать, может... Не, может, просто так камера передает. Ну, скорее всего, да, да, это цветокоррекция, знаешь, это просто, может, настроился там. Ну. Ну, как ты, ты, чего так? Переживаешь, что ли? Чё переживаю? Спотел маленький. Кстати, могу так сказать. Если я хотел, зашел в КБ, конечно, КБ это красно-белое. Угу. Вот. И вместе не продали стики. Вот. Что вы понимали вот так. Походу, я супер молодым выгляжу, что мне даже стики не продали. Да, если денег не хватило? Продают. Нет, мне хватило денег. Мне просто не продали стики, вот, и все. Я такой, ну, стоит мужик, я говорю, мне 23 года, я работаю пожарным. Типа, серьезно, он говорит, ну, типа, мне нужен паспорт, я вам не верю. Ну, и все. А представляешь, представляешь, будет так, что у них будет гореть магазин, ты приедешь и такой, помнишь эти стики, сучка? И просто закуришь. Не, ну, такого, конечно, же не будет, я, осуждая, не поддерживаю. Ну, я думаю, он после этого, значит, продавать. Ну, конечно, бля, когда он сгорит. Не, ну, я, конечно, тоже понимаю, а ты прикинь, если бы, ну, просто, скорее всего, он, знаешь, почему так сделал? Потому что у них очень много было случаев, где просто люди приходили и себе выдавали, так сказать, другого возраста. Ну, то бишь, ты смотришь на человека и думаешь, блядь, ему лет 30. На самом деле, ему... А тебе не кажется, что если чел, которому, там, 16 лет, если он захочет купить алкоголь, он все равно как-то купит? Ну, ответственность нести, кто будет, кто купит. Кто продаст. Кто продаст, да. Во-первых, во-первых, ну, да, кто продаст и кто купит, тоже он уже свое получит, в любом случае. Ну, он свои бабки, ну, процент возьмет, согласен тут. Ну, да. Получается. Какой процент? Ну, например, смотри, тебе 17 лет, тебе надо что-то купить. Ты бомжа не просил купить тебя? И ты говоришь, типа, бомжу, я тебе сотку сверху дам, купи по-братски и все. Ты не просил, потому что алкоголь? Мне такого ни разу не было. А у вас не было друга, который в 14 лет выглядит на 47? У вас не было такого друга, который покупал алкоголь изи вообще везде? У нас был такой друг, ну, как вам сказать, он просто был супер правильный. И он говорил, типа, нет, пацаны, типа, я такого делать не буду. Потому что он за все чувствовал ответственность, потому что это ответственность, понимаешь? Да, он нас тоже так говорил, типа, блядь, я такого делать не буду, с вас бутылка. И шел дел. Глеб, а ты из какого города? Серега говорю. Курск. Я из Курска. А ты где-то из какого города? Глеб, а ты пил алкоголь? Вот, сейчас пьет. Что за вопрос? Ты пил алкоголь? Алкоголь пил вообще? Я, ну, конечно же, пил алкоголь. Алкоголь я пил, да. 15-16 лет пил алкоголь? Осуждаем это. ГТРП? В 15-16, ну, максимум, бокальчик шампанского въебать. Там, знаешь, как там из песни, бокальчик шампанского, что такое. А Портвейн 3-7 не пил? Нет, я не знаю, что такое. Я знаю, что такое перепелка, я знаю, что такое старый мирник, я знаю, что такое... А Ягуар не пил? Ягуар, это вроде как энергетик. Энергетик с алкоголем, да? Ну, такое, да, это ядерная смесь была. Нет, у нас любили старшие курицы. Старшие курицы ебашить его. Так. Вот. Когда в колледже учился, то бишь, на первый курс, когда я пришел в колледж, у нас там третий, четвертый курс как раз ебашили ягерь. Они там заходили за трансформационную будку. Ну, я думаю, дефолт у каждого, так сказать, в колледже есть трансформационная будка. Вот. И там сидели, пыхтели, вот, и ебашили ягерь. А потом просто шли на пары какие-нибудь, я не знаю, там, техоснабжение или какие-нибудь, я не знаю, оздоровительные биологические, так сказать, исследования. А ты хорошо учился? Ну вот. Смотря где. В смысле, где? На уроках. Школа, колледж. Школа, колледж, армия. У тебя красный диплом? А, в школе? У меня синий. Синий диплом у меня. Вот. У меня синий диплом. В школе как? В школе я учился так. Ну, он же у стандартного цвета синий. Ну, дефолтный, дефолтный, да, он синий. Вот. В школе как? Я учился на 3-4. В принципе, не нравились, весь приветов, это география, больше физкультура. Вот. Не особо тянуло к математике русскому, больше тянуло к трудам. Вот. И больше даже к философии. Ты шкатулки делал на труде? Я делал, я сделал, знаешь что, я сделал скворечник самый ебанутый, здоровый, понял? Короче, вот такой скворечник делал, она ебанутый. Куда типа птицы входили и выйти не могли, да? Нет, птицы входили и забывали, что только реальная жизнь, понимаешь? И они там оставались, просто так кайфовали, там, чили. Ну, они там жили, они там жили всю свою жизнь. Может, до сих пор скворечник висит? Ну, теперь скворечник стал птичем кладбище. Разделялись на мужские и женские? Девочки, у вас делали салаты, там, готовили еду? У нас труды разделялись, то, что у девочек был свой учитель, который занимался вышиванием. Мальчики делали, так сказать, всякие поделки из дерева, вот, и сидели там, так сказать, ну там, там, скакалки, топталки для копошки. С лобзиком хуярили АФК 40 минут, да? Да, 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 да. А девочки, а девочки, там, у них там, они делали вышивание, там, всякие пуговки, хуюбовки, там, пришить пуговицу, все такое. Я думаю, там, мне кажется, у всех такое было. То есть у вас девочки не готовили, да? Ты представил себе девочку, которая просто положила, не знаю, просто брусок на станок, включила аппарат, он его ебашит, и девка просто берет нахуй его и пилит. Глеб, у нас девочки готовили еду, чтоб ты понимал, на трудах. Это какая-то метафора сейчас про брусок, там, станок была, или это ты, вот, как есть, говорил, просто хотел понять. Как есть. Все, понял. Привет всем. Я просто представлял что-то другое. Здорово. У тебя кто-то в комнате? Здорово всем. Нет. Нет, это пришел, это как его? Сокладовец, Хелен. Нихуя себе, а он зачем создает эффект, как будто он заходит в комнату. У вас так надо? Я просто тапки любил. А-а-а. Понял. Че творите? Он просто, он просто сейчас грамотно вошел, понимаешь, Владимир? Он слишком грамотно вошел. У нас просто вот так складик, так сказать. Если, например, ты зашел, ты, короче, сразу выходишь из комнаты и в комнату заходишь. Ебать, у вас добавляется название, слышишь, сразу прям, ребят, кто заходит, просто сразу добавляется, ребят. Кто хочет сейчас хайпом, погулять, заходите в дискорте. Глеб так воспитал нас. А что вы делаете? Вы играть что-то будете? Ну и тебя за глазами узнают. Ну вот, насчет школы, там 3-4 учился, 3-4. Короче, сложные предметы для меня там были, не знаю, как физика, математика, не особо, так сказать, в них как-то вдуплялся и как-то хотел, так сказать, ими проникнуть. Договорился очень хорошо с учителем. Я тоже договаривался, кстати, за бумагу, там, за все такое, если вообще... О, не-не-не, я выбрал хороший подход, не денежный. Глебать. А какой? Я прекрасно понимал то, что мой учитель по химии, вот, мой классный руководитель. По химии любил, что-то дать. Что дать? Ну, что-то дёрти. Учитель по химии был, мой классный руководитель моего класса. И он очень контактно общался с учителем физики и с учителем математики. Я понимаю. Сейчас, секундочку, попозже. Это три мужчины? Что три мужчины? Нет, три женщины. Вот. И я понял то, что главная цель, это учитель по химии, мой классный руководитель. Потому что у меня с ним близкая связь. То, что она как бы классный руководитель. И всё. Насколько близко. И я настолько, настолько... Ну, как близко. Ну, классный руководитель в школе. Ну, она, естественно, будет близко. Она будет ходить за вами, там, следить, там, на вас орать, там, говорить, там, что, как, что, почему, зачем, когда, почему не пришёл. Почему, блядь, в таком виде, всё такое. Короче, ты был под Лизой ебучей, да? Так, ну и что? Ты вообще охуя попукиваешь, сидишь там в своём диванчике. Так вот. И чё? Я понял то, что это прям богато это сказать. Ну, такая составляющаяся. То, что надо, так сказать, именно от неё отталкиваться. А потом от неё, когда ты пойдёшь на свои плоды и плюс. Так. И что? Я себе зарекомендовал в классе так. Как? То, что некоторые мероприятия жёстко зависели от одного человека. От кого? И когда у нас... От одного мальчика, которого не хватало, так сказать, в стаке. Там собирался, так сказать, в стаке. Например, танцы, там, не знаю, класса, выступления класса, поигрульки класса, волейбол класса, баскетбол класса, там, за классом она была, как, играть. И не хватало одного человека. И я пользовался моментом, как весы, понял? Как весы. То, что я, в принципе, готов это сделать, но мне нужны такие оценки. Базару ноль сделаем. И всё. Я уже с этого момента, я уже начал, ну, понимать, что хоть в некоторых моментах я начинаю что-то продумывать систему и, так сказать, пользоваться своей системой. Спасибо тебе. Коммуникация развита была уже сразу же. Да, да. То есть ты дипломат. Да, мы пошли классно, брали баскетбол. Глеб. Проебали. Но я получил свою оценку. То есть я, как бы, и не в минусе, я в плюсе постоянно был. Ты, как дипломат, скажи, с огнём можно договориться? С огнём? Мать, повторяю ещё раз. Это неконтролируемое источное горение, которое влечёт за собой смертность людей, а также потерю материального имущества, а также смежных помещений и зданий. Это единственное, что ты выучил? Нет. А я помню, знаешь что? Квадратки потяну за равенцами квадратов качеств. И как им пользоваться? Теорем Пифагора. Я понял, ну а как пользоваться? А как пользоваться? Ну а как пользоваться, знаешь? А зачем ей пользоваться? На хуй она мне нужна. Да не, очень легко. Ты подходишь на улицу к шкалеру, спрашиваешь, он не знает, денег берёшь и всё. На хуй я тебе. Дим, ты сейчас сериал постарался? Хорошо. Вопрос, Глеб, тебе такой серьёзный. Прям серьёзный вопрос. А не сей к нему серьёзный. Смотри, ситуация другая. Горит дом. И у тебя есть возможность взять только одного человека с этого дискорда. Кого бы ты взял? Что? В помощь, помощь, помощь тебе. Не понял. Горит дом. Тебе надо быстро потушить, но ты можешь взять только одного человека и всё в помощь. С этого дискорда. Небольшая ремарка. Небольшая ремарка перед тем, как пойду открывать домофон. Я играл, наверное, часов шесть в игру про пожарных. И заметили пожарные, а не пожарники. Пожарные. Я тогда был в чате у Димы, я ему давал подсказки. Ну, кого бы ты взял? Глеб, не одни с тобой в колено снили? Я бы взял бы тебя, Вадь. Могу сказать, почему. Почему? А, это я вот ушёл. Почему? Потому что ты молодой. Ты молодой. У тебя больше выносливости. Понимаешь? Смотри. Глеб, знаешь, сколько он вынести может из дома? Подожди, а чем не подошёл Хейлин? Хейлин, во-первых, он крупногабаритный. У него, так сказать, сейчас такое состояние. Ты назвал его толстым сейчас? Я не назвал его толстым. Я Хейлин толстым не называю. Ты же толстяк, да, Патрон? А, то есть он жирный, по-твоему? Я говорю, потому что Хейлин, так сказать, упитанный молодой человек. Упитанный молодой человек. У всех такое бывало. У меня в классе тоже, седьмом, в восьмом классе, я покажу фотку. У меня там щуки, пиздец, блядь, с***, я ходил. Ты мне сейчас жирным назвал? То есть ты считаешь, что Хейлин ни на что не способен? А я правильно понимаю. Не то, что я говорю, что не то же способен. Понимаешь, если там зависит жизни людей, жизни людей, и ты говоришь, брать одного человека. Зачем не рисковать жизнью Хейлина? Вот. То есть мы бы с ним там в огне тусовались. Хорошо, если у тебя нет лестницы. Получается. Мог бы ты использовать Хейлина как батут? В каждом здании, ты смотрел на аварийный выход. Аварийный выход, знаешь, что такое? А что за киберболик начался, слышу, ёпки. Бетонная лестница. Два старых, один носатый, чё-то себя пиздят. Я объясняю, почему бы я взял бы Вадю. Во-первых, Дима, Дима, ему 37 лет? 37 лет. Диме 37 лет. У него это сказать, ну, уже до таком возрасте. Ну, понимаешь, у Димы есть плюс. То, что ему 37 лет, он может в некоторых моментах продумать лучше, понимаешь? Быстро что-то продумать и что-то выявить. Понимаешь? Чтобы следить с новым, он будет лучше. Ну, ты более как молодой. Ты более как молодой, ты можешь, типа, у тебя выносливости хватит больше, понимаешь? Пожарные, это не только сила, интеллект. Ну, в основном, не только. Пожарному нужно очень много выносливости. Прям пиздец. Глеб, я 30 раз подтягиваюсь. Сколько? Ну, ладно, сейчас поменьше, 25. Сколько Вадя подтягивается? Вадя, сколько ты подтягиваешься? Короче, вот на 24 раза меньше, чем он. Чтоб ты понимал, на днях было шоу, Вадя к двери прислонился, к стене и упал вместо того, чтобы присесть. Скользкая, скользкий пол. Сознание потерял или как? Скользкий пол у меня просто. Попал и ушиб. Таблички просто нет, а так скользкий пол. Скользкий пол, дома. Да, да, вот. Сейчас ты на турнике идешь и 25 раз подтягиваешься. А я ща только поел, Вадь, мне тяжело будет сейчас. Я могу десятку спокойно сделать. Так десятка это вообще даже несмотря на турнику. Так широкий хват. Я тоже могу, несмотря на турник. Обычный хват, ну, может, 15 я сделаю. Но я на широкий часы беру. Вот. То бишь, широким... Широким... Так же, ну, это нормально абсолютно. То есть человек в 23 года должен это делать спокойно. Чат напишите, сколько вы подтягиваетесь, пожалуйста. Широким хватом. Подожди, так подтянуться максимум... Для жизни нужно подтянуться один раз. Например, если ты... Нет, 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 нет. Если нужно заезд куда-то, ты подтянулся один раз. Отдохнул, подтянулся еще раз. Расскажите, почему вообще я поставил себе турник и почему я начал заниматься на турнике. Где турник? У тебя дома турник есть? Да. Вот. Это нормальная тема. Можно показать. Вот. А ну давай, потяни сейчас на максимум. Да сейчас я расскажу предысторию. Почему вообще повесился турник и начал заниматься? Знаешь почему? Так, почему? Я как-то просто подтягивался где-то 3-4 раза. Думал, мне это, в принципе, хватит. То бишь, потянуться один раз. Потянуться один раз. Вот. То бишь, ну какой-то момент случится, где мне надо будет потянуться один раз. Я это сделаю. Красавчик. Нихуя, Вать. Был момент, был момент. Залез на крышу. Горела кровля. Кровля. Кровля вся прогорела. Вся прогорела. И то, что у меня как бы... Как бы мой обвес, Боб. Боевая одежда пожарного. Весит 5 килограмм. Ремень весит 1 килограмм. Топор весит где-то... Ну где-то тоже где-то около килограмма. Нет, ремень весит не килограмм. Ремень где-то 600 грамм. Вот. Топор весит килограмм. Плюс. На мне СИЗОТ. Система... СИЗОТ. Система... Геранная защита его органов дыхания. Вот. СИЗОТ. 16 килограммов. Грубо говоря, на мне 20 килограммов. Я провалился. Ботнулся под мышками в балки. В балки. И все. Мне оставалось только, знаешь что? Это упасть, блядь, на ебучую приору, которая сейчас просто рванет. Так, и что ты сделал? И все. Что я сделал? Начал потягиваться. Я не подтянулся. Понимаешь? Я не подтянулся. Ты, получается, умер? Нет, я не умер. Слава богу, что около меня были, можно сказать, коллеги, которые взяли меня и вытянули. Подняли. И все. И после этого мне так это в голову въелось, то что если бы их не было, все, пиздец. Я попал на эту приору, и у меня бы уже... Прям в огонь, и упал туда, да? Ну да, там как бы приора не горела, там было задымление очень сильно внизу. Очень сильно внизу. Там нет ни более маска не была одета. Но на мне было одетого брат, но я был на свежем воздухе. Ну если бы я туда упал, я бы вряд ли бы успел бы. Понимаешь, там, не знаю, собраться, встать, одеть маску, не знаю. Плюс там еще температура. А сколько времени есть? Кипяток. Сколько есть времени в костюме, вот в этом, да, специальном? Вот ты падаешь, и прямо вот комната, которая полна огня. И там температура, вот сколько ты можешь в ней находиться? Смотря какая температура. Смотря какая температура. Ну там уже хорошенько такая. Обычно Боб, обычно Боб, он, ну да, он немного защищает тебя температурой. А так в основном это защита твоей кожи, чтобы ты не обжегся. То есть там, да, коротый буш чувствовать, да? Ну естественно, если ты поднесешь, так сказать, свою руку прямо над пламенем, там языком пламени, естественно, тебе прогорит боевка. Ну, ожог не такой, ты получишь ожог минимальный, понимаешь? Чем просто, если ты просто голый, руку поднесешь. Ну это понятно. Вот. Понятно. А я электрик. Ты электрик? Да. Круто. Но тоже были электрики. Вы знаете, что электрика ошибается? Два раза. С каким шансом? Столб. Первое, когда идет на электрика. Второе, когда летит щиток. Я пошел на электрика, но не полез в щиток. Ошибка не допущена. Сильно. Тоже помню, электрики приезжали. Горел столб с под напряжением. Горят. Брите, тушите. Мы говорим, мы не будем тушить. Вы не отключили электричество. Потому что это прямая обязанность отключить питание на столбе. Они говорят, знаешь что? Что? А мы отключили. Мы говорим, ну если отключили, покажите нам, что отключили. Ну покажите, продемонстрируйте. Рукой, да? Возьмите просто. Знаешь, что они сделали? Они взяли, сели и уехали. А потом приехали через час, повтыкали в заземлители, и потом уже специальной палкой проверили и показали нам то, что мы отключили. А при этом, если бы мы не отказались бы. Просто бы ствол упадали бы, и все. Стольщика бы не было. Возможно. И все. Звучит грустно. Не грустно, печально. А ты вообще доверяешь электрику, которая живой? Это как повар худой. Доверять электрику, который живой? Да. Им нельзя доверять. Они не все прошли в этой жизни. Ну смотри, какой электрик, понимаешь? В любом случае, если приходит, например, к тебе какой-то электрик, ты сразу же оценишь его по внешности, да? Если ты видишь молодой, ты молодому будешь доверять? Или какому-нибудь старому дедушке в очках? Кому ты будешь доверять? Приходят к тебе два электрика. Один молодой. Молодой. Старый, потому что он на пол, он даже в щиток не лез. А второй? Как он выжил-то? А второй такой, наш такой, пожилой, ну такие руки, знаешь, такие всякие пошорпанные, старые в венах, в бочках седой. Они не родственники, правильно? Они не родственники. Они не родственники. Два электрика, один получается молодой, а другой такой старый. Кому ты будешь доверять? Смотря какое напряжение, конечно. Но 220 точно взрослому. Если какая-нибудь хуйня батарейка аккумуляторная, то я думаю, что молодого можно тоже чем попросить сделать. То есть по твоему батарейке должен вставлять электрику? Ну, блядь, есть системы, в которые тяжело вставлять батарейки, вать. Какие? Ну, блядь, радио старое у кого-нибудь было, хуй вставишь, там пластмасс какую-то отковыряешь. Ты вызывал электрика? Не, ну благо у нас рукастые пацаны были на даче. У Злова тоже были рукастые пацаны на даче. У вас на даче были батарейки? Да, конечно. Глеб. Да так он, Глеб, мне 37, напоминаю. Глеб, ты в детстве не находил порнуху? Никакую? Я находил кольцо обручальное в песке. Около гриба. О, как мило. И сколько вы вместе уже? С кем вместе? Я просто нашел кольцо. Я просто с родителями отдыхал на речке. Усел около гриба. Такой гриб специально от солнца. Металлический. Просто в песке вот так сидел. Металлический гриб? Но металлический гриб, потому что не было металлических грибов на... Металлический гриб. Но металлический гриб, просто гриб металлический. Суровый, суровый Курск. Это как зонтик, но как бы, ну, от солнца. Почему металлический, чтобы не спиздили, как бы, не знаю. И не сломали. Вот для чего я делаю металлическим. Наверное, да, логично. Хотя, ну, есть такие люди, которые, в принципе, с болгаркой могут приехать на берег. Ну, я просто в песке копался, хуяк, кольцо нашел, думаю, нихуя себе. Маме отнесся, она такая, о, и все, и круто. Ты маме отнесся в бочерельное кольцо? Ну, маме показала бочерельное кольцо, а мы сейчас, ну, думали, может, кого-то человека найдем, а там никого не было, то бишь, это, может, давно кто-то потерял. Ну, и все. И что вы сделали с концом? Ну, там с брюликом? Ну, там просто, нет. Там с каким-то, не знаю, был с каким-то камнем, ну, скажи, то, что камень фальшивый, как вам бать, сказать. Ты же вомбард отнесся. Вомбард всегда, кстати, так говорят. Короче, походу, девочка пресекла тему и выкинула кольцо, которое ей пацан подарил. Вот это же за. Ну, скорее всего, просто, может, из-за песка просто кольцо расшаталось и просто вышло из пальца. Либо так, либо так. А что, ты думаешь, человек в песке сидел? Ну, себе нашел кольцо в песке. Логично. Да. Ну, вот как-то так. Это так. Он замутился. Раз, обиделся, что ли? А ты, Дим, в школе был отличником? Я? Нет. Я был отличником до пятого класса. Потом я головой уебался об качели, ну, ну, жестко, что у меня аж это самое. Ну, я прихожу домой, даю маме шапку, говорю, мам, я ударился, она шапку несет в ванну, выжимает ее, и там просто капельки эти красненькие пам-памы, шапки, и все. И я после этого стал на тройке учиться. Ну, кровь, кровь, кровь. Да. А у вас никогда не было такого, когда вы на качеле катались, спрыгивали, скачали вперед, а она почему-то ускорялась раз в 400 и догоняла вас в голову? Не, ну, такого не было. Не было. Не понимал. А петарды вы взрывали? Это обычная физика, то, что ты отталкиваешься, то, бишь, даешь ускорение качелям, ну, назад, понимаешь? Так она возвращается назад, и потом с ебанутой скоростью, как баратрум тебе в голову с башем. Потому что это инерция, это физика. Это не так сказать, это шестой класс. Ты любил физика. Это то же самое, знаешь, сейчас я тебе задам вопрос. Смотри, бать, ты перед тобой просто снег два метра, плотный. Желтый? У тебя плотный, плотный, обычный снег, два метра глубиной. У тебя ботинки, и... Уже куча лет не было у меня ботинок. Перед тобой, перед тобой просто обычные ботинки снежные, такие, такие специальные, на шипах, все так... Обычные снежные шипованные крутые ботинки, понял? Прямо, которые там сцепление у них ебанутое. Здорово. А второе, у тебя... Просто такие ботинки, и такие широкие, понял? Широкие выдвижные. Типа, знаешь, как бомбинтонные... Как бомбинтонные эти, как... Ракетки. Ракетки, да. Что ты оденешь и на чем ты пойдешь? На ракетках. Ну, второе звучит хайпово. Ну, просто теннис прикольная тема, да. Да, и... И почему ты не будешь проваливаться? Снег? Да. Буду проваливаться. Ну, потому что первые, ты говоришь про сцепление, они на механике, а Вадя на автомате ездит. Поэтому ракетки. На механике не езжу, да. Это он прав. Не, ну, он не верет. На второе, потому что там, как бы, площадь, площадь, понимаете? Площадь, ну, то бишь, масса вашего тела будет разверяться, рассредотачиваться, ну, получается, на площадь все идти. И за это ты не будешь проваливаться. Буду. Почему не будешь? Ну, не так сильно, как в обычных ботинках номер один. Открыли они номер один. Я смотрю, у нас вечер каверзных вопросов. Тогда я задам вопрос такой. Вот интересно, что вы ответите. Расскажите, как вы девочек поздравляли? А, вы не слышали, как девочек поздравлял? Нет. У нас был урок английского языка. Да, урок был английского языка. Спасибо, что дали мне задать вопрос. И зашла... А, Дед, так ты вопрос задать? Не, все уже. Не, задавай, Дим, задавай. Да не, 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 да рассказывайте, рассказывайте. Ну, давай. Захожу на руку английского языка, и заходит девочка. У нее день рождения. И стоит такая учительница. А как мы должны поздравлять ученика с днем рождения? И всем хором. Happy birthday! И нас как-то вот этот мем вкатил, класса, happy birthday. То бишь, от слова пизда. Понял? Ну, ты понял. Это как бы женский орган. Никто не понял из вас. Вот. И после этого мы девочек не поздравляли, а приветствовали с школы, в школе, когда девочки приходили в школу. Здорово, девочки! Happy birthday! Вот так. Это сильно. Как вам? Сильно, да? Это очень сильно. Это сигма. И мы всем, и всем девочкам говорили, о, привет, happy birthday. А мы в детстве меняли всегда фамилии и слова. Концовки меняли. Вот у нас была девочка, у нее была фамилия Бобейчик. А мы называли ее Боберабл. Оздоровались мы словом и говорили тетесе. А ты же прям вообще можешь говорить этим языком, да, Слав? Ой, господи, вать. Да, орут. А ты сколько языков знаешь? Лэнгвич. Сколько у тебя лэнгвич в голове? Ходовой один, так два. Два. Два уверенных. Один неуверенный. Какой? Английский? Да. Ничего страшного. А ты английский знаешь, Глеб? Ну так чисто база чуть-чуть. Три слова на английском можешь сказать? Hello. Happy birthday. А лао будет или вы happy birthday? Считайте, что был мой капкан, в который мы попались. Какой капкан? Это уже другая история. Вот и все. Учили английский? Нет, другого языка, но мы не придумывали слова какие-то. А, было, было дело, было дело, конечно было. Придумывали языки. Ну вот. Ты хочешь на таком, так сказать, разном языке? Нет, ну просто, типа, есть у тебя какие-то фразы с детства, которые вы говорили? Спасибо, Катя, за рейд. Ну, мемные фразы у нас были, мы в четвертом, пятом классе просто усвались с этого слова, когда пришел к нам ученик новый. Просто эти два слова сказал, и, блядь, там класс весь просто ссался, блядь. Там просто ржали все, там ржу не могу, кекнул вообще ешкерри. Он говорил два слова. Ну, понимаешь, сейчас я вам скажу, вам будет не смешно. Потому что вы уже, так сказать, ну уже взрослые люди. У кого-то жена, у кого-то кто-то разведен. Кто-то, знаешь, ну уже, так сказать, уже взрослые люди, понимаешь. Уже борода растут, усы. И уже старостная радость. Ну, вот. Ну, для тех времен это было очень жестко. Прям мы классом всем ржали. Так. Готовы? Да. Пиписька из задницы. Я серьезно говорю. Это хорошо. Я говорю, там просто ходили, там ходили, там просто пиписька из задницы. И все. И там просто, там, не знаю, вот тогда это было почему-то смешно. Сейчас, блядь, кто-нибудь скажет мне, я думаю, блядь, ну ты дурак, блядь, ты уже взрослый человек. Не, а у вас слов не было, типа вот таких, как дядя, тесик, типа дядя, тетя. Спики, спички, кастрик. Не было такого? Нет. Таких у нас слов не было. Кастрик это костер давать? Да. На всякий случай, уточню. Ну, помню, мы брали пенал. Вот пенал обычно, да, кто открывается, знаешь, как какая-то пасть. А тубзик? Тубзик был. Тубзик это дефолт. Это дефолт. Тубзик было. Тубзик это дефолт. Вот. Я помню, мы брали пенал, пенал засовывали линейку, и он был как автомат. Его можно было перезарядить. То бишь, зарядить его карандашами. Вот. Получается, ствол удлинить. Если смотря какая линейка там, 25-смитилитровая или 15-смитилитровая. Ну, у кого какое дуло было, в принципе. Ну, правильно. Кто был снабжен в школу. Вот, и все. А, расскажи про мобилипланшеты. А, тоже хорошая история. Помните ту эру, ту эру, когда планшеты были супер трендом. У кого был планшет? Две стрелы. Ну, у кого был планшет? В смысле, две стрелы? Ту эру. Что ту эру? Две стрелы. Две стрелы. Что это такое? Не понял. Ну, на английском ту эру, это две стрелы. Мы подумали, что про стрелы получается. Рассказ. Какие стрелы? Я говорю, планшеты, блядь. Я говорю, планшеты. Ну, помните эру планшетов? Флэппи Бёрдцы, Дутл Джамп, я не знаю. Человек, который бегает на поезде, как называется? Сабвей Сёрфер. Сабвей Сёрфер. Сабвей Сёрфер. Сабвей Сёрфер. Сабвей Сёрфер. Сабвей Сёрфер. Вот. И помните те времена, у кого был планшет, тот сразу же ебашил сабвей Сёрф. Прям вообще был жесткий тренд. Ну, конечно. И ты пытался сказать, блядь, дай поиграть, пожалуйста, а то нет возможности. Там давали, кто давал, кто не давал. И всё. И, короче, у нас одна девочка из класса купила планшет, сфоткалась на этот планшет, выложила в контакт. Ещё помните старый контакт, старая-то обложка контакта, всё такое. Она снизу добавила какую-то картинку, там всегда вставляли, типа, красивые такие штуки, переделывали аватарки. Ты переделывала аватарку? Нет. Это как в одноклассниках, блядь, я не знаю, с маликами её в ебало кидали, там снежками, или с маликами в лицо закрывали. Нет, не помню, у нас такого не было. Нет, у нас так не делали. У нас был класс как рофельный, понял? У нас вот, типа, эти картинки, всё такое, у нас особо это не любили. У нас любила... У нас был класс, который друг друга подъёбывает взамен, и это наши слои накладывались, и настолько вот в этих в рофлах преуспевали, то, что у нас почти класс был просто рофл гигача-то, понял? Какого-то ебануха. А сколько у вас человек было в классе? Я точно не помню, но человек, наверное, 27. А ты каким был, получается, тогда по счёту? Каким был? Я по счёту человеком? Да. Среди кого? Мальчиков или девочек? Или всего класса? Всего класса. Всего класса? Угу. Здравствуй. А у вас были какие-то... Хороший. По списку. У вас были какие-то ребята, у кого была смешная фамилия? Я, кстати... А я, кстати, 14-м был или 15-м, по-моему, тоже. Смешная фамилия? Смешная фамилия какая-то была? Да, была. Какая? Беспяткин. А у нас было... Не помню, чём прикол. Объяснить? Да, объяснить. Беспяткин. А, без пятки. Да, без пяткин. А у нас, знаешь, кто был? Кто? Нет, ну вдруг знаешь, просто я паузу держал. Серёга Баран. Серёга Баран? Может, Баран Ов? Нет, Баран просто. У него фамилия Баран, может, Баран Ов? Нет, Баран просто. Но с ВСНГ есть Ов, понимаешь? Да. Фамилии. Не может быть Баран. Нет, я серьёзно тебе говорю, Серёга Баран. А какой национальности он? Украинец. Серёга Баран. Просто у неё была... Просто фамилия была Баран? Не Баран, Ов? Баран. Без Ов. Странно. А знаешь, кто у нас был? Что? Дима Павлик. Это два чела? Это один. Дима Павлик? Типа, это... У неё фамилия как имя. Я понял. Дима Павлик. Ну, не знаю, ты-то можешь... Ну, звучит гадем. Это может... Ты можешь сказать, что я такой-то Рофлина? Нет, ну это классно, нет? Дима Павлик. У нас, кстати, не было вообще смешных фамилий. У нас всё дефолтненько было, спокойно. Самохвалов был Иван. Ему вообще было похуй на всё. Он сам себя хвалил и всё. И довольный ходил сюда. Это же правда, говорят, что фамилия олицетворяет человека? Спасибо, тебе тоже всё хорошо. Глеб, какая у тебя фамилия? Вот я тоже хотел спросить. Подводим я фамилия? Да. Да, вот фамилия отисового человека. Орлов. Какое зрение у тебя какое? Единица. Вот, блядь, видишь? Я как и говорил. Ну, слушай. Ты думаешь, что, ну, как бы генетически, типа, то, что фамилия, как бы, Орлов, то ты же хорошо видишь? Да, как Орёл. Подожди, Дим. Ну, дядя называл Жеглову. Почему? Ну, потому что там, ну, Вадим Шарапов и Глеб Жеглов. А, да, я знаю, это песня была такая даже. Песня. Ой, не в песне, а в этом. Властелин колец, озвучка Гоблина была. Да, да, да. А что ты можешь сказать по поводу фамилии братишкина? Ты знаешь, фамилию братишкина? А, я не знаю его фамилию. Семенюк. Типа, он и семенитель? Семен. Ну, смотрят, чего? Семенитель. Ну, вот, непонятно. Глеб, а ты видел, мы на днях играли в игру, ответь за 5 секунд, назови чего-то. Можно тебе задать какой-нибудь вопрос рандомный? Давай. Сейчас, тогда одну секунду. Такого типа рандомного характера? Он вообще рандомный будет, только нужно выбрать тему. Пошлинка? Или... Не, пошлинка не надо, нет. Пошлинка не надо, хорошо. А ты на пошлинке темы не разговариваешь, да? Дряные девчонки. Ну, потому что, ну, блядь, я в принципе знаю, что там будет. Сиськи, письки, жопки, какки, блядь. Ну, 23 года пожарные, блядь, будут на эту хуйню отвечать. Согласен. Стыдно. Я тоже такую хуйню сразу скипаю. Рефайером. Ну, давай тогда осторожно... У Диме 37 лет, тем более. Давай тогда осторожно, нерды, тему выберу. Достаточно ли вы умны, называется? Особенно. Нет, это так тема называется, это без шуток. Давай. Вот сейчас. Назовите три африканских животных, Глеб. С Африки. Кенгуру. Пять секунд кончилось. А, у меня было пять секунд. Пишите, я об этом не сказал. Ты мог сказать просто три кенгуру. Или пять кенгуру, сколько там надо было? Это работает. Верблюд, 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 я не знаю, верблюд, скорпион. Скорпион жесткое. А скорпион это животное? Нет. Нет, да, это насекомое, это насекомое, да. Блядь, вот такие хорьки есть, которые нахуй из норок вылазят и смотрят вправо. Почему-то, когда я смотрю по Discovery, они не смотрят в камеру, они смотрят постоянно вправо, блядь. Как их называют? Их дохуя. Как, сюрикат или как это называется? Тушканчики, кстати, может, либо сурикат. Более сурикат. Вы знаете, что когда их показывают на телевизор, они всегда смотрят вправо. Они смотрят не лево, они смотрят не на камеру. Они смотрят всегда вправо. Тебе всегда интересно, что же там с кого-то показывают, да? Ну вот всегда интересно, что они будут показывать вправо. Скорее всего, знаешь, они так делают, может, для видоса или для кино, для кино, для кино. Какую-нибудь приманку ставят, и чтобы сюрикаты смотрели вправо, для хуяного кадра. Мне кажется, только так. Слышишь, Глеб? Да. Вопрос такой. А ты за кого? За Ростика или за Никса? Как понять? За кого? Ну... Они что, футболисты, блядь? Я не знаю, там, сектор газа, что ли, какой-то? Они что, в футбол играют? Конфликт. Ну, конфликт. Пусть они между собой его решают и отъедутся, причем. Это то же самое, как, знаешь, это то же самое, как, не знаю, какая-то, так сказать, потасовка, драка, и ты такой влезаешь и говоришь, блядь, я его сейчас всех переебашу, блядь. Два мужика, два мнения, два, так сказать, два характера, между собой пусть решают. Что? Что осудил? Суда не подержим. Суждаем. Наоборот, ты сказать, я человек, который, ну, вижу, если такая ситуация случается, пусть между собой решают этот конфликт. Вот. Ну, а ты как пожарный, не мог их потушить? Когда они сгорели. В смысле, пожарный потушить? Тоже верно. Услышал. Потушить, ну, в плане, что они там, у них там, блядь, они там, у них там какое-то возгорание будет, что такое. Два мужика пусть решают свои проблемы. Глеб, а ты можешь помочь Гуакамоле написать этот, апелляцию? Ты мне помог, вроде разбанили все это. Ты можешь помочь Гуакамоле написать апелляцию? Нет, я крайне от него в таком, в другом, так сказать, впечатлении об этом человеке. Угу. У него слишком развязанный язык, он не понимает, для чего он этим языком пользуется, но, я так понимаю, он только для употребления пищи. Так, то есть ты намекаешь, что он толстый? Ну, не то, что намекаю, ну, немножко упитанный. Ну, вот, конечно, любит дофига болтать про все. Есть, так сказать, тема и слова, которые лучше не употреблять, но он пытается их употреблять, для, так сказать, для своей выгоды. Но какую-то ему выгоду дает, я хуй его знаю. Вот. И все. Я в прессонародье назвал его только одним словом. Каким? Шляпочник. Почему? Потому что он шляпит? Шляпочник. Потому что он шляпит был, да, в тот момент. Правильно. Когда разговаривал. А куда Хелин шел в прошлом чате? Он заснул. Правильно. У нас настолько, так сказать, такой разговор. Скучный, да? Ну, то, что скучный, да. Он ему лишь бы в контрстраке понял, там, с ВП, нахуй, поцелиться, там, в камень, нахуй, выцеливать какой-нибудь. И все такое. Я жду, когда появится какой-то стример, который будет играть в КС, и когда он будет целиться, со снопой он будет засыпать. У нас в доте был такой, на снайпере. А я видел, который уснул, вот этот, я видел. На фонтане, да, 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 да. Была очень интенсивная катка, он просто, ну, он не выдержал от, так сказать, слитого меда. Ух ты, какой хуй. Осуждай, не поддерживаю. Не выдержал от слитого меда. Блядь, да ёбаный в рот, блядь! Со своей сардельки кидайте. Так вот, не выдержал от слитого меда и заснул. Нормально. Вот, на фонтане. Ну, кстати, сон помогает. Два вопроса к Глебу со собой. Так он проснулся. Да, не выиграли игру. То почему он все время щурится и два? Он сказал, что стики не продали, но что он тогда курит и был же в симулятор ПК. Подожди, вопрос, вопросы, вопросы мне с донатом. Первое, если у тебя зрение один, почему ты постоянно щуришься? Выдавш. А что, дальше щурица, это... А второе, если стики не продали, что ты куришь? Стики. Вот это нифига, чел там. Что, если не продали в одном магазине, я не пойду в другой магазин? Что за вопрос? То есть ты сдался и просто пришел в другой магазин? Я пошел в другой магазин. А что, я буду с ним спорить? Продайте мне, мне 23 года. Ну, ты сдался, получается. В смысле сдался? Ну, надо было... У меня не было документов, чтобы доказать, что мне 18 лет. Не было, понимаешь? То есть тебе 18 лет? Мне 23 года. Хорошо, Лим. Мне 23 года. Вот, и все. А у тебя когда день рождения? У меня день рождения 13 апреля, ребят. А у вас когда день рождения? 13 апреля, ты козерог? Ой, телец? Нет. Кто там, подождите, 13 апреля, это кто? Нет. Овен. Что, Дэр, у меня 13 апреля, днерождение? Овен. Овен. Сейчас я пробью еще твое имя на эльфийском, на всякий случай. Пробей, пробей, это важно, кстати. Давай, пробей. Подожди, по гороскопу ты кто? Овен, да? А по другому гороскопу ты кто? Да, а какие еще гороскопы бывают? Я просто, так сказать, за этим не слежу. Ну, как он там, китайский или как он называется? Как называется гороскоп второй? Как он там? Типа, год кого родился? Да. Дракон. А почти так же, кстати, как у тебя. У тебя эльфийское имя Варна. Знаешь, как у меня? Варна? Варна. Попробуй догадаться, кто я по гороскопу. Три попытки. Слон. Неправильно. Такого нет вообще. В смысле нет? Потому что там же животные, животных берут в гороскоп? Берут. Вторая попытка. Даже не знаю. Я думал, кто-то зашел в ДС. Даже не знаю. Год крысы? Год крысы, да. А гороскоп? Ты в год крысы? Да. Круто. Достойно. Не было времени доказать, что 18, но было время сходить в другой магазин. Может, какая-то там золотая крыса. А если бы тот продавец сказал, что не продаст. Ну, не, у меня все стакнулось охуенно. Ну, парень, чего стакнулось? Ну, месяц какой, как ты думаешь у меня? По гороскопу обычному. Крыса. Год крысы. А месяц? Я не знаю, какой месяц у тебя. Рак? Крыса и рак? Да, крысы и рак. Джекпот, да? Правда? А ты как-то пытался ассоциировать себя со своим месяцем? Нет. Ну, типа, рак красный, он ходит бочком. Ты намекаешь, что я хожу бочком? Или краб? А, краб ходит бочком, рак ходит жопой. Да. Рак ходит жопой. Нет, в смысле нет, рак не жопой ходит. Ну, ходит, он пятится назад. Ну, он, конечно, может вперед, но в основном, так сказать, у него, ну, его передвижение, это с задницей. Он ходит с задницей. Разве нет? Ну, я вот пытаюсь вспомнить, как ходит рак. Ну, рак ходит с задницей. У Макса спокойниче тоже. Он ходит, ну, ходит назад. А, просто, пока мы тут разговаривали, кто как ходит, Вадя реально ушел куда-то. Ну, как бы, он может передвигаться, понял? Ну, способ его, например, своей защитой, когда он ходит. То бишь, первое, это клешни. Вот. А второе, это его суперчеткие усы длинные. Это как рецепторы, знаешь, у человека на языке. И также, ты да, Рэд кинул? Спасибо за Рэй. Хорошо, а как ходит конь тогда, подожди? Конь? Как вперед ходит конь? Нет, буква Г. Шахматы. Ну, ты сейчас про кого коня говорил? Который из шахматы, который из реальной жизни. Ну, я про шахматного, конечно. Я понял. Росик, спасибо, Росик, здорово. Здорово всем. Я понял тебя, Дим, я понял. А как ходит слон? Слон ходит... Слон ходит, как он хочет, блядь. Наискосок. А ты умеешь играть в шахматы? А почему у слон ходит наискосок? Как тебе сказать? Ну, умею. Умею играть в шахматы. Я знаю, как ходят фигуры. Какие фигуры? В шахматы доске. Суждаю. Но больше мне нравится шахматная доска, как она выглядит. Какая твоя любимая игра? А это твоя любимая клетка на шахматной доске. Любимая клетка? Да. Самая первая? А1. Мне тоже она нравится. Почему? Она ближе всего к тебе. А если это с другой стороны? Тогда, кстати, я не думал. Тогда она дальше всего. Тогда, возможно, конфликт может возникнуть. А в чате пишет, что нравится 06.4. А так, в основном, моя любимая игра, это была с батей в детстве. На песочке. Это что? Называется Минер. Особенно. Нет, просто обычная, ну, такая игра. Отрывали песочницы, получается? Нет, 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 Вадь. Просто песок. Батя брал, разглаживал песок, песочек. Так, не знаю, почему я не могу перестать донатить. Брал вот такие деревяшки, обычные. Ну, колючие, если должны быть. Ну, это же не играет, да, это как сапер. Брал каждую деревяшку, засовывал на это поле. И закапывал его. И делал поле максимально гладким. И ты берешь свой палец от старта до финиша перед этим полем. Так. И этим пальцем ведешь и пытаешься замансовать от этих палочек. Если ты втыкаешься в палочку, то палочка выскакивает. И ты проиграл. А вы играли в ножички когда-то? В ножичек игра такая была. О, земельки, 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 да? Ну, да, это когда делается круг, и ты кидаешь и отрезаешь. Да. Ну, да, играли, играли, да. А мы играли прям с ногой отрезать, наверное, было. Ну, это я саждаю не поддержу, наверное, надо сказать, в игровом каком-то контейсе. Типа, как будто вы что-то там сделали, да? ГТРП, ГТРП. Ну, ГТРП, я понял, ГТРП. У нас королевская битва была, только один выигрывал в итоге. Да, у нас тоже было. Да, я проиграл, кстати. Не расстраивайся, не расстраивайся. А в квадрат кто играл? В квадрат играли с мячом футбольным? Да. Это когда надо было навесить на квадрат? Попасть в квадрат? Не-не-не, четыре квадрата, вы стоите и, ну, друг с другом мячом пасуетесь, и твоя задача, чтобы, ну, отбить мяч, то есть, чтобы тебе не забили его. Насколько я помню, там касание квадрата, если ты не отбил, то ты проиграл. Я знаю, что тебя надо спросить. Глеб, у вас было в детстве кастомное поле? Оно должно было состоять либо с двух деревьев, либо с камня, лавочки, с трубки и лавочки. Конечно было, что за вопрос? У нас была своя посадка. У нас, знаешь, Глеб, какое было? Стояло два дерева, а перед ними стояла лавочка и такой шина, шина такая. И между этим, это было наше футбольное поле, и между ними были такие плиты. То есть ты бежишь, и в центре в одной песок, а в другой плиты и песок. И у нас специально ногти были в крови. У вас специально ног или? Ногти. Ты бежишь, так бьешь по мячу и случайно проебываешься и просто в плиту ногой. Ну это как-то вообще. Это как-то вообще. Это нормальный мужской футбол. Не дико. Я помню, когда у нас парни на велосипедах подъезжали, вот то, что мне запомнилось, например, когда вот это в детстве. Когда у кого амортизаторы... Вот вы спорили во дворах, у кого амортизаторы лучше на велосипеде? Стояли, так сказать, вдвоем. Что такое велосипеды? У нас единственный транспорт, это был, когда шлепки на руки надеваешь и начинаешь бежать босиком, потому что горячий пол. Какие велосипеды, блядь? Ты в какой жизни жил? Ты что, в Marvel жизнь проживал? Вы не катались на велосипедах ни разу? Нихуя себе, блядь. Я катался. У меня Альтаир был. Мы с пацанами собирались в круг и вот так прокачивали свои амортизаторы. И у кого они лучше? А если у кого-то еще амортизатор сзади стоит, на заднем колесе, то ты вообще считался ебанутым велосипедом. Нихуя себе. Я скажу так, в наше время, если Орленок же, по-моему, велосипед с рамой высокой был, да? Вот если ты ни разу яйцами об раму эту не бился, то ты не велосипедист. Осуждаете. Осуждаем. Что, обязательно было биться? А как можно было удариться об раму яйцами? Понятия не могу. Ну, вот так, потому что рост-то маленький. Смотри, рост маленький, а велосипед, он был большеватый. Так сидушку посележи. Как тебе? Нет, он сам по себе большой. Да, он сам по себе большой был. Ну, он одинаковый. Мы-то маленькие были, мы подрастали со временем, то есть потом только выросли. Вот, и когда мы маленькие, а у кого-то этот Орленок, то тебе на него надо залезть и все, ты ногами не достаешь земли. И, короче, если что, ты спрыгиваешь с него. И была такая тема, что когда ты с него спрыгиваешь, не факт, что ты ногами достанешь. Ну, то есть были неприятные моменты. А у вас было такое, что бабушки когда-то падали с велосипедом при вас? У меня моя бабушка с велосипеда упала с моего. Нет, у меня такого не было ни разу. А нас было. У меня бабушка вообще не каталась ни разу на велосипеде. Чтобы вообще вспоминать, что бабушка каталась на велосипеде. У меня была телега. Обычно такая, понял. У них постоянно какие-то телеги, и хрен поймет, что там в этих телеге находится. Я даже до сих пор не знаю, что там находится в этих телегах. У каждой бабушки есть телега? Да у каждой бабушки есть телега на двух колесиках. Нихояси. Моей бабушки не было. Так смотри, когда она еще была прокачена, там дедушка проволока еще обмотала еще выше. То бишь, он его апгрейдил, дедушка бабушки телегу. Ну, и все. Моей телегу бабушки, блядь. А у вас было, когда ноги в спицы засовывали? Да, это жесть вообще была. Ты что, это тилт? У меня один раз так застряло, и просто три оборота колесо сделало, чтобы ты понимал. Схуели на меня бусер выебывается? Да он там пару раз, так сказать, попукал, блядь, и потом извинился. Выебывается. Я просто смотреть не могу. Диму, я, я, в принципе, знаю, когда он играл в игру про пожарных, вот, мне было интересно. Тебе понравилось, как он выполнял свою задачу? Нет, я там Диму корректировал, на самом деле. Он там был, так сказать, ошибался. Не хочешь как-то ошибаться. Пожарные же не должны ошибаться. Показать как надо. Если надо собирать состав, то собирать состав нормально, полноценный. Ну, он есть. Потому что там, я помню, когда я собирал тогда, когда я играл с Максом из Даши, там был полный пиздец. Даша поливала стволом вверх, Макс, блядь, включал сноупады какой-нибудь треки и не мог таскать ствол в открытый пиздец. А ты играл в нее, да? Играл вот в эту игру? Конечно, конечно, не играл. Я играл разные игры. Это имба, это имба. Я играл какую-то в другую. Она более продуманная, но она более багованная. Там другая еще есть. Я знаю, но это шляпный. Ты, скорее всего, про Operation Flash этот как-то там она называется. А есть именно прикольная такая, даже с графикой приятная довольно-таки. Да, 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 там есть. Но там в некоторых моментах вообще не так, как в реальной жизни, на самом-то деле. Может, как бы в Америке так? Ну, в Америке, смотри, вот, аниментальный вопрос. Ты знаешь, что такое гидрант? Вот два вопроса, дай их. Да. Что такое гидрант? Гидрант это то, чем ты пользуешься. Ну, я осуждаю на всякий случай, это же... А, нет. Меня друг за это посадили, кстати, за гидрант. Нет, нет, я просто подумал, что это другое. Я подумал, что это то, что в клипах, знаешь, вот этих пацанов с Америки, там, типа, вот они... Вот. Короче, я понял, да, это стоит красная штука такая, да, на улице. Глеб! Да, в Америке. Можно тебе серьезный вопрос? Почему? У нас гидранты все под люками. Глеб! У нас не стоят гидранты, а у них стоят. Резкий, серьезный, сложный вопрос. Мы гидранты свои накручиваем. Ну. Представь, горит дом, что ты спасешь, человека или мороженое, пломбир? Бать, не так спрашиваешь. Можно я спрошу? Вот такой вопрос. Ну, давай, 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 Дим. Горит дом, на одном этаже человек, ну, в одной комнате. А в комнате напротив 10 маленьких котят, только что родившиеся, с мамой, кошкой, и они очень мяукают так. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Кого спасешь? И на третьем этаже магнитола новая. В Жигуль. Теперь, теперь вам дают ответ. Я еду не один, а со своим подразделением. У меня есть подчинение водителя еще три пожертвования. Хорошо, что вы спасаете. Ты как-то идешь, ешь мороженое и плачешь. То бишь, смотри, я приезжаю с подразделением. Сто процентный пломбир. Я пошли на пожарный, и у меня еще три пожарных, понимаешь? Средоточные силы так, чтобы спасти человека и твоих котят, понимаешь? Туда 50%, туда 50%, понимаешь? И все. Ты игнорируешь мороженое. На тушене пожар. Да какое нахуй мороженое, вать? Пломбир, сто процентов. Да я сейчас серьезно. Помнишь, как в детстве мы ели сто процентов пломбир? Язычком так лис, лис, лис. Ты особо любил мороженое лизать? Ну, если ты его кусаешь, оно быстро заканчивается. А так и нализался, и прибалдел. Не знаю, я к еде отношусь так. Поел и забыл. Глеб, а у тебя права есть? Да, есть. На автомобиле. Стоп, так если ты поел и забыл, тебе опять надо есть. На легковой, на грузовой. На грузовой тоже есть? Да. Я был водителем машины РМКЛ. Можете загугнуть, что за машину. РМКЛ это пожарная, да, какая-то, наверное, история? Нет, это военная. Ремонт наукционный автомобиль. Колезо-легочный. Для эвакуации техники и спасания ее. А у тебя есть машина вообще? Была. Спасание было? Нихуя себе. Два доллара. Схожу я к нормальному барбершопу. Я не хожу в барбершопу, я хожу в обычные парикмахерские. Дистрибут за 300-350 рублей. Ну, кстати, факт. Барбершоп это такая себе история. Я вот в Москве постригся, значит, за сколько? За 1500. Разницы никакой не понял. Там просто, мне кажется, 70% от этой суммы. Это просто то, что, блядь. Ну вот, у меня сейчас такая прическа. Видишь? Больше камеры, сделай чуть-чуть. У меня сейчас, у меня сейчас просто заросшие волосы. Вот. У меня просто сейчас заросшие волосы. А так я стригусь... Как его? У меня есть три прически. Это бокс, полубокс и канатка. Должно было быть это бокс, полубокс и барба. Что такое барба? Вот вы и зашли в тупик, ребят. Я знал, что это будет. Как бокс, полубокс, только барба. А у тебя какая прическа, Вадь? Лохматый хуй называется. Заебись. Спасибо. Нет, а если серьезно, ну ты приходишь, ты приходишь к парикмахерску. Говоришь, ты приходишь к парикмахер. Я вас могу постричь, как вы хотите. Просто пишите, как вы хотите, как вас постричь. Вот что ты говоришь? Блядь, хуй пойми, что я говорю. Или ты волнуешься, ты кумылька, он тебя пострегает, а потом тебе не нравится. Я люблю говорить, я говорю. Я люблю говорить так, кстати. Я, кстати, охуенно всегда объясняю барберу. Тут примерно прическу видно, вот два месяца и не срикся плюс-минус. И все, и жду. Ух ты какой. Я осуждаю, не поддерживаю. Улетел. Я не знаю, у меня раньше какая-то боязнь была, на самом деле, перед парикмахером. Понял? Не мог как-то себя сконтролировать и что сказать, как мне постричь. А кого ты больше боялся, стоматологов или парикмахеров? Стоматологов. Но парикмахеры же отрезают твои волосы. Иди нахуй. Я не раз сказал, это донат. Вот так вот, Вадь, вот и назадавался вопросы. Короче, Коку. Нормально. Стоматолога я не боялся. Потому что в стоматологии присутствует такое, как обейсбол. Да? Тебя въебали, ты ничего не чувствуешь. Пол челюсти ты не чувствуешь. Как можно бояться, я не понимаю. Не знаю, у меня никогда не было боязни какого стоматолога. Ну, а когда в прическе... Не лечили зубы? Нет. Ну, значит... Если были проблемы с очными зубами, я их выдергивал. Глеб, я тебе расскажу. У меня проверка была зубов в детстве, в школе. И вызывают... Тут надо два зубика полечить. Я думал, анецезию дадут. А мне, знаешь, что дали? Конфету мятную. Так это жеза, Вадя. У меня у... Просто дают конфету мятную. И начинают сверлить. У меня у бабушки... Я бы что-то говорю. Слышишь? Слышите, у меня бабушка в Суворовском училище фармацептом работала. У нее, естественно... Бабушка в Суворовском училище. Вот, смотри. И у нее были, естественно, все подружки там врачи. Ну, и был, естественно, стоматолог. Так вот. Зато за коробку конфет. Зато бесплатно. Но зато, блядь, без обезбола. Мне хуярили все детство зубы. Ботан, мне так было больно. Я охуевал просто, блядь. Единственное, я радовался, что бесплатная конфета, блядь. Это просто пиздец. Так больно, блядь. Пиздосно. У тебя ноги в пятки больно, блядь. И после этого ты думаешь, что стоматология это страшно. Но, по сути, сейчас у тебя пол ебала отвисает. Ты даже не чувствуешь ничего. Ты потом едешь, думаешь, что жрешь еду, а ты уже губу сожрал. Брат, я тебя чувствую, как на пилораме. Они мне хуярили какой-то, блядь, хуйнёй такой здоровый, блядь. Ты чё, там пиздец как всё хуёво выглядело, блядь. Всё ещё грязное, блядь. Там ещё на этой хуне всегда старые зубы, блядь, были. Попозже, сейчас дайте поговорить. Пиздец, блядь. У вас были проблемы с молочными зубами? Никогда не было проблем с зубами вообще. Ну, только один раз в мекаре появился. А ты молочные зубы никогда Нески к ней добавлял? Как можно добавить молочные зубы в Нески? Всё вкуснее было. Блядь, знаешь, ты... Вот, Вать, вот знаешь, что я понял? Ты из разряда таких людей, которые, знаешь, там, в компании, в классе, или вообще в обществе, которые придумывают шутку... В классе. И сами, и сами, так сказать, на дне жёстко поржут. Просто их разоребёт, блядь. Подожди, а для кого ещё шутить, если не для себя родимого? Так, это, на самом деле, это прикольное качество. Я говорю, что это хуёвое качество, а это хуенное качество. Хотите анекдот расскажу? Сам же пошутил и сам же посмеялся. Давай, Дим. Восьмое марта приходит слепой на рыбный рынок и говорит с праздником вас. Это мой друг, ребят. Вот, а я дарю шутки, чтобы не я смеялся, а вы. Мне не смешно. Смеетесь. Ты ж по-любому ухокатывался с этой шутки. И да. Но это смешно. Если представить, смешно. А мне интересно, вот, Дим, ты вот в классе, в классе был каким человеком? Ну, как, знаешь, вот в классе, ты скажешь, есть разные люди. Лидер, да, лидер класса, то бишь, среди мальчиков лидер класса, заводила класса, импульсивный класса. Мальчиков или девочек. Не, я вообще был тише воды, ниже травы. У нас была своя компания, мы вообще были не хулиганы, понял, не какие-то там, как их называют, господи. Короче, так всегда лохи обрадуются, если что. Нет, 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 просто всегда есть, в любом классе есть хулиганы, есть там зачинщики какой-нибудь хуйни, которые постоянно хуйню делают. Вот мы были вообще не тронитрал. Ну, типа нормальные пацаны, мы нейтралами были, понимаешь, мы ходили... Мы играли в футбольчик, там, знаешь, учились средние, все. Ну, то есть без воебонов, ни туда, ни сюда, понимаешь, ни дать, ни взять. У Лиханова как будто и без стоматолога ебала. Ты попал в ту эру, когда был очень популярный у подростков это... Эру это стрелаба. Кто, кто? Да здесь тоник, трешеры, не знаю, скейты, сноуборды. Ты попал в эту эру. Глеб, я думаю, что я эту эру уже давно пережил. Я попал в эру, когда в Кэпсы играли на этажах. На первом этаже в школе. Просто перерыв, ты выходишь, и, блядь, все на картолях сидят и в Кэпсы ебашат, переворачивают. Это очень популярнее, наклейки или вот эти вот Кэпсы? Кэпсы, ты чё, Кэпсы, это пиздец. А у вас не собирались сигарет, короче, машинки? Что за Кэпсы, что за Кэпсы, я не понял. Ну, Кэпсы, это такие фишки круглые, там ПОГ назывались, ПОГи они. Там Патимоны были, всякая такая тема. Да, они ПОГи назывались, были золотые, серебряные, то есть по ценности были разные, да. И, короче, на перерыве ты выходишь, и, допустим, с челом будешь играть, будешь. Берется две стопки, у тебя своя стопка, у него своя, и вы по очереди бьете о пол. И кто сколько перевернет, тот забирает. Расскажу сейчас грустную историю. Я как-то, короче, играл в наклейки с сыном учительницы нашей. Я выиграл у нее все наклейки, принес домой, а она меня потом хуесосила и плохие оценки ставила. И моя мама подарила ей блок-жвачек, чтобы у этого сына-шлюхи были наклейки. О-о-о, не надо так говорить, осуждай, не поддерживай. Осуждай, не поддерживай. Я выиграл честным трудом, разъебал его в пух и прах короночкой своей, блядь. А она меня потом оценки плохие ставила честно? Несправедливо, я считаю. А йо-йо у вас было йо-йо? Было, но я не умел крутить йо-йо. Вот эпидемия йо-йо тоже жесткая была. Вот просто, как будто это, знаешь, это выглядело так. Кто-то один притащил, понеслось и просто через неделю это как вирус. Уже все с йо-йо ходят и там какие-то тренируют приемы. Нет, подожди. Ну самое ебанудое, что могло быть, это мячик. Нет? Я не устану донатить, Ваня. Может, там... Так понимаешь, в каждом году был свой тренд, ты понимаешь? Там тренд, ты не знаю, там сидеть в телефоне, так сказать, там, не знаю, играть там через Джаву, там во всякие игрушки, там, я не знаю, там, в Гиша того же самого, мы там в классе рубились. Потом у нас появился тренд, там, с этими, как его, которые у тебя раскладываются, эти пластмассовые круглышки, как они называются, эти, как его, роботы, я забыл, пластмассовые. Дракончики всякие, как его, покемон или как это хуйня назывался. Блядь, да у тебя другой век вообще, брат. У тебя другой век. Потом была эра карточек, потом эра фишечек, потом эра Ю-Йо, когда там, блядь, я не знаю, там ее... Типа рейперы. Вот, перекидываешь, вот, вот так держишь ее, вот, и там делаешь какую-нибудь башню. А у вас Nokia были? Была эра Nokia громкой вот этой? Да, у меня у самого было. Там просто динамик такой справа был, такой громкий. Нет, снизу динамик был. Очень громкий Nokia. Снизу динамик. Ты идешь вот так, ставишь руку, и все в ахуе, блядь, во всем городе музыка играет. Ну, это что за модель была? Блин, я не помню, как модель называлась. У нас не было акцента именно на громкости, понял? Они все, по-моему, громкие были. Это самый громкий был Nokia, самый громкий. Он разъебал вообще все телефоны. То, ару. Ну, может быть. Не знаю, у нас... 3310 пишут, 3310 пишут. А ну, сейчас я загуглю. Я вот четко помню переход с телефонов. Это был, наверное, 8 или 9 класс, мне кажется, когда... Нет, ребята, это не то. Когда у нас чел принес телефон Samsung T100 тогда такой был, может быть, помните Его даже загуглить можно Это первый цветной телефон И там еще музыка была Я не помню сколько Ну, короче, можно было музыку слушать, мелодии нормальные Мы тогда все в ахуе были, когда видели этот телефон Мы такие, что, как это вообще бывает Вы ночью собирались, по Экпорту друг к другу отправляли песенки? Вот, по Экпорту я пользовался Экпортом Вот Экпортом я точно, помню, пользовался Не так много, но пользовался Когда не вышел Блюпуп Нихуя себе, у вас блютуз блядь был У меня блютуз был блютуз Потом вышел блютуз и блютузом все пользовались Эффективно И все Это не он Да, 6200 был популярный Да, да, кстати, это популярный Вот Samsung T1000 был Нет, это точно не громкий был Это обычный телефон Нисколько не стоит мудрка, блядь Что за вопросы, дружище? Ну, как можно мудрку продать? Это пиздец! Это пиздец! Прошлый месяц отправлял за мудрку, так и не дали Это пиздец громкий Это пиздец громкий телефон Блядь Блядь, серьезно вам говорю Это пиздец громкий телефон Какой? Осуждаю и не поддерживаю, блядь, сука, скаты ебаные За что? Это не вам, ребят, это, блядь, тут есть один, сука, долбаящер, которым делать нахуй некую Ладно, все, давай, свободен Да, давай, дуэт суда И могли тягаться с прямыми конкурентами Что развить секретный, чувак, ты, паск Взрослых Какой-то Соустой Который предыдущий С капусткой, но не красной Короче, понятно Как это ж бакую картинку На правом Мобилу? Да, да Нокия 6233, брат Нокия 6233 Это самый громкий телефон был Блядь, там вообще шансы не было И требуетесь Внизу находится Каталоги телефона Фокуса нет Открываешь, а там все вот эти кирпичики Ноки И выбираешь модель Ископный Я не знаю Там планете Не портуют Поймеладу Игра Фарки У нас совместная игра Пара А мы успеем, Ватя, в нее вообще играть? А я не знаю Ты же в 10 кьюле Сейчас Кипич Какая-то совместка сейчас запланированная, да? Я понял Я понял Я понял А ты, так понимаю, ты мультиплеер, да, человек? Ты во все играешь, да? Я да Я да Нет, ну Ватя, знаю, Ватя, что ты там В основном, ты скажешь, какой-то Counter-Strike и Dota 2, да? Ну, почти во все, Глеб Почти во все Брат, зайди ко мне на стрим Посмотри, насколько много у меня игр в стиме Не играю в то, что плохо играю В основном, только что хорошо Смотри, сколько я игр сыграл А, да, у тебя что-то аккаунт забрали Потому что у тебя игры, наверное, будут А сейчас у тебя эти игры открылись, да? Сколько там у тебя игры было У тебя аккаунт тебе вернули? Все-таки помогла моя, да? Помогла, да Помогла Ну вот Я же тебе говорил Я же тебе говорил Ну ты все О, спасибо большое Да не за что, не за что Ничего страшного Ничего страшного А как же Ну ты хоть сейчас рад, что аккаунт вернулся? Конечно Знаешь, сколько скину А, видишь? Видишь? У тебя как-то вот так в жизни работает То, что у тебя, знаешь У тебя какой-то как бугор Моментами, да Типа у тебя У тебя бугор спустился вниз Аккаунт ебанули Но зато должен был собираться бункер Потом аккаунт вернули А бункер проебался, блядь Понимаешь? То, что видишь Люди заболели Вот Как-то так Так Как будто звук был Открытие чего-то Такое Да нет, тебе показалось Это просто Я на такой звук А ты вообще играешь, да? Ну как сказать Ну, смотри, какие игры Если, например, игра понравится Почему в ней сыграть? Доти сколько ММР? Доти Железнобетонных Уверенных 3200, да 3200 Блин, тут не сойдемся А мысленно? Где-то 6200 6200 Спасибо большое, Зу Спасибо тебе огромное Привет всем, ребят, кто пришел Здорово всем, ребят Мы тут чуть-чуть заболтались Так, а сколько у нас есть поиграть? А, у нас есть чуть-чуть поиграть Мы сейчас чуть-чуть дадим Пройдем Глеб Глеб Что, пойдем играть? Так ты сказал, что у тебя запланировано Ну вот я на это и далек Чуть-чуть нет, успеем Часок погулять А, ну давай Глеб А куда вам ходить? Заехать Спасибо тебе, что поговорил Так просто Way out Так, короче Глеб спрашивает Во что хотите играть, Вайд Спасибо, что был, Глеб Не ожидал Кадест убить тебя Дискорде Но приятно Был удивлен Подняли мне настроение Разговору? Разговору? Я очень люблю разговаривать Я такой человек Я люблю разговаривать Так ты еще меня это спрашиваешь Когда я помню Выслушивал по 3-4 часа От разных людей На разных вызовах Ты понимаешь? Я тоже люблю потолковать Я люблю, например Я люблю человека выслушать Чтобы он выгорелся Ты же хотел выгорелся В смысле выгорелся? Типа он горит Ты его выслушиваешь? Нет В плане того, что Были некоторые события Где человеку надо было выгореться Ты понимаешь? И человеку Как говорится Человеку нужен человек Понимаешь? И вот сейчас Ты выгорелся Тебе полегче стало ломать? Конечно Спасибо большое Ты чувствуешь облегченность? Да Что тяжелее? Килограмм ватта Или килограмм гвоздей? Честно Я как будто посрал Я понял Чувствую облегченность Что тяжелее? Что? Килограмм ватт Или килограмм гвоздей? Килограмм гвоздей Это же метал Правильно Правильно Нет Правильно Спасибо большое Правильно Ну почему, Дим? Все правильно Конечно Дим, а ты как думаешь? Дим, а ты как думаешь? Одинаково Не может быть Правильно Правильно Это второй ответ Не может быть Тут есть еще третий ответ Это второй ответ А какой третий ответ? Килограмм пуха Спасибо, ребят Пока Все, давайте Я тоже пойду Все, давайте Все, спасибо за то, что потолковали Было круто Ну, давайте Хэппи пёздэй Вот как говорится Да Хэппи пёздэй Глеб Как говорится Не хэппи пёздэй Не хэппи пёздэй А как говорится А говорится Вэри крисмас Все Хэппи нью-йор, Глеб Да Все, спасибо за разговор Прикольно было Душевно Спасибо Пока Все, давайте Пока Все, давай Вадя и Дима До свидания Давай, давай Давайте Удачи Удачи Давайте Так что, Вадь Идем играть Реально Здесь же 10 к Юле Честно сказать Я думал, что он сейчас не будет выходить Я буду прощаться У тебя Еще 40 минут Понял